здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас с вами очередная серия интервью в помощь родителям меня зовут Денис Шаповалов я педагог психолог в теме детско-родительских и семейных отношений и сегодня я в гостях у Юлии Михайловой в центре ресурс это коррекционный центр для детей и Юлия Михайлова нейропсихолог и наш сегодняшний разговор он имеет такое название очевидные и неочевидные причины обратиться к нейропсихологу сегодня дело в том что я в своей педагогической и психологической практики нуждался в том чтобы отправить ребенка или родителя с ребенком к нейропсихологу потому что видел это видел что там нужна именно такая помощь что я там бессилен со своими педагогическими какими-то коррекциями, и поскольку я работаю как психолог со взрослыми, я не смогу помочь этому ребенку, и оказалось так, что очередной ребенок, которого я отправил к нейропсихологу, познакомил меня, можно так сказать, с Юлей Михайловой, дал ее номер телефона, я позвонил Юле, сказал, Юля, добрый день, давайте дружить, я к вам направляю детей. Но это правда очень нужно и важно знать такого специалиста и такого человека, который может помочь действительно там, где только он может помочь, скажем так. Я же свою квалификацию, почему я могу отправить к Юле, почему я это делаю? Потому что я как педагог интересуюсь нейропсихологией в том числе и посещаю конференции, и иногда это в записи, иногда это вживую, где педагоги и нейропсихологи делятся тем, какие проблемы существуют сегодня у детей. И на базе вот этой вот информации, которую я постоянно пополняю для себя, я могу направить к Юле, а потом Юля говорит, да, это мой клиент. И, кстати, сегодня я Юле тоже расскажу о некоторых детях, и будет подтверждение или не подтверждение моим догадкам скромным. Итак, первый вопрос у меня самый мощный, самый большой, наверное. Юля, вот только когда я начал педагогическую практику, я познакомился с этими страшными четырьмя буквами. Это вообще первое, что я узнал. СДВГ. И вот я на самом деле, когда узнал, я не знал, что существуют тогда нейропсихологи, а было это вот где-то лет, наверное, 14 назад, когда я только начинал педагогическую практику и психологическую, и вот это СДВГ как-то пугало и приводили ко мне таких детей. Как у нас с этим сегодня обстоит дело и попадаются ли такие сегодня клиенты? Вы знаете, Денис, добрый день. Вы знаете, очень много сейчас таких детей, и их процент, он не меняется ни в большую сторону, ни в меньшую, то есть он примерно плюс-минус, этот процент держится на протяжении уже многих-многих десятилетий. Есть какой-то процент детей в детской выборке, скажем тогда, детской популяции, который имеет расстройство вот это самое СДВГ. Что такое СДВГ? Это синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Есть вариант синдром дефицита внимания с гиперактивностью, как явный такой базовый, да, очень явный внешний показатель. Есть без гиперактивности, но практически у всех детей в той или иной степени это присутствует, больше или меньше. Так же, как и гиперактивность может быть больше и меньше, так и дефицит внимания как процесса, как направленного процесса устойчивой концентрации и направленности внимания на то, что делает ребенок в данный момент, она тоже может быть разной. Есть дети с СДВГ, которые больше моторные, расторможенные, хаотично направленные, суетливые. Хаотично не направленные, ну скажем, не направленные, да, хаотичные, но при этом с довольно неплохой концентрацией внимания. Есть же дети, которые без моторной, это компонент большой, да, но при этом с с большим дефицитом, то есть внимание неустойчиво, он переключается очень быстро с одного на другое, на третье, не доводит до конца, отдельно какие-то симптомы, если мы говорим о синдроме. Детей таких сейчас не меньше, не больше, есть как есть, так и есть 5-7%, это стабильно. Но сейчас, благодаря тому, что родители все больше и больше об этом узнают, эта тема становится на слуху, они понимают, что это не мой ребенок, скажем так, невоспитанный, да, или это не потому, что он непослушный, это не потому, что он балованный, как считают воспитатели, учителя, как считают бабушки, дедушки, ну что ты его не воспитываешь. Мама может часами биться, что так нехорошо, так не делай, попробуй вот так, ограничить, формирует какие-то у него нормы, да, поведение, а ребенок, ну вот никак, не потому, что он не может, не потому, что он не хочет, он не может. То есть есть определенные неврологические моменты в развитии, которые не позволяют этому ребенку гармонично существовать вот в пространстве других людей. И это вопрос не педагогический, это вопрос не психологический, почему же психологи в какой-то момент берут этих детей и потом понимают, что, ну, не идет ребенок дальше, в какой-то момент ступор возникает, и процесс коррекционный не завершается успехом. Это вопрос неврологический. И поэтому в ситуации, когда мы понимаем, что это истинное СДВГ, что это гиперактивность как диагноз, а диагноз гиперактивности ставит не нейропсихолог, не педиатр, а его ставит либо невролог, и этому всегда должно быть подтверждение в энцефалограмме. То есть не бывает, что пишет специалист повышенная активность нервных процессов, да, там синдром дефицита внимания, и при этом на энцефалограмме ничего нет. То есть всегда на энцефалограмме у детей с СДВГ у них есть пики. Вот то, что в заключении пишет невролог, как дефицит дисфункциональных структур. То есть это тот отдел мозга, который как батарейка питает всю активность психическую, который заряжает, который даёт энергию для того, чтобы мозг работал как единое целое, как активатор, как регулятор, как планировщик. То есть вот его вся система как целого должна чем-то обеспечиваться, каким-то энергоснабжением какое-то должно быть. И если этого энергоснабжения недостаточно, ребёнок начинает, как бы это ни странно звучало, ребёнок начинает много двигаться для того, чтобы быть включённым, быть в сознании, быть вот в потоке, да, как только вы… В контакте. В контакте с реальностью, совершенно верно. Как только вы посадили на одном месте, искали, вот сиди, руки сложи, внимательно смотри, слушай, марию ванну, этот ребёнок начинает, условно говоря, засыпать. Да. То есть замечали, да, это вопрос? Юля, вот то, что вы говорите сейчас, мне настолько ложится, я вот просто, вы не представляете сейчас, насколько я это просто чувствовал изнутри, и мне очень не хватало беседы вот с вами по этому поводу. Я чувствую это, я чувствую, что их контакт, он обеспечивается именно этим. Вот то самое, что «Пять языков любви», да, Гэри Чепман о чём говорит, что когда ребёнок не получает любви тем способом, которым ему удобно получать, которым он может, да, то есть либо прикосновениями, либо как-то ещё, вот он начинает искать этой любви любыми другими способами, и он начинает шкодничать. Это очень похоже на тот механизм, о котором вы говорите. Почему он начинает шкодничать, ребёнок? Ему же не хватает прикосновений, а что, простите, сейчас за прикосновения ему прилетят, когда он шкодничает? А он как будто говорит, мне хотя бы это, хотя бы так, хотя бы рукой по попе. Конечно, ты меня гладить и обнимать не будешь, как мне того надо, и это очень похоже на этот механизм. Даже были такие исследования, когда изучались механизмы регуляции у детей, у животных. Любая, самый лучший способ, конечно, похвала, да, это поощрение, это тут же момент поведения, момент совершённого действия, похвала как поощрение. Более, скажем, действенный способ, ну, скажем так, оттормозить, уменьшить плохое поведение, это его проигнорировать. То есть, ну, оно будет уменьшаться, да, поскольку оно не подкрепляется, мы не даём ребёнку внимания, которое он провоцирует. То есть, в психологическом, на психологическом уровне, это способ получить действительно подкрепление, внимание, контакт, которого не хватает в силу того, что ребёнок может быть слишком активным, неудобным для родителей, шумным. То есть он сложный. Дети со здоровья несложные. И, конечно же, родители часто устают. Они уже, ну вот, сил нет. Сил моих просто на тебя нет. Какое там внимание, любовь, все остальное. И когда такой ребенок шкодничает, и мы это всегда отличаем просто от периодических недостатков, да, что не досматривают, не ставят в рамки ребенка. И вопросов просто внимания, да, то это всегда отличается. И отличаем от момента, где он шкодничает не потому, что он хочет просто внимания, как любви, как заботы, как какого-то контакта. А ему это нужно для, во-первых, проведения активности. Он так правит свою активность. И второй момент, ему это необходимо для того, чтобы как-то свою импульсивность реализовать. То есть они действуют... Как будто для мира ощущения. Для мира ощущения, конечно. У них у детей с СДВГ, у них очень часто нехватка вот этого проприоцептивных ощущений, ощущений тела. И почему? Всегда говорю, что если мы работаем с поведением, мы всегда начинаем с тела. Смотрим, что с телом, как он имеет... Ребенок это чувствует, свои пальчики отдельно, вслепую. Да, мы делаем колечки и смотрим. Я показываю, допустим, соединение большого пальца с каждым другим. И ребенок, не видя своей руки, попробует повторить то же самое. Очень часто дети с гиперактивностью, они не чувствуют своих пальцев. То есть он все колечки из всех пальцев показывает, как большой, только с указателем, очень часто. Или большой с мизинцем. При этом остальные ощущения, вот кисти, да, в руке, кожное ощущение, мышечное чувство, как бы не дифференцировано. Поэтому и так же у них в теле, они очень часто, при том, что они подвижные, казалось бы, да, вот какой-то парадокс, они подвижно много двигаются, но при этом, что касается их ловкости, что касается их умения управлять своим телом, они очень часто неловкие. Да. Они часто сбивают углы, сшибают пороги, спотыкаются на ровном месте. Вот это недостаток чувствования своего тела, это база. Я всегда говорю, особенно на первой консультации, на первой встрече, что вот телу можно петь гимн. Если мы с телом договорились, если мы его поняли, если мы поняли, чего не хватает на уровне тела, пространственных ощущений на уровне тела, за, перед, над, под, это же все вот от этого. Я тут, математика будет танцевать, успехи в математике, если у нас пространственные ощущения, представления выстроены. И поэтому тело – это основа всего. Если мы про тело проработали, и про пространство, и про ощущения, и про координацию между разными частями тела, и про планирование действий через тело, мы таким образом помогаем и ребенку с гиперактивностью, о которой мы сейчас говорим, это планирование простроить в голове уже не про тело, а про что-то другое. Как я буду делать задачу по математике? Первое, я читаю условия, открою книжку, читаю условия, узнаю какой там вопрос в этой задаче, потом я пишу условия в тетрадку, вопрос, и вот эта планомерность, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, и в итоге я должен понять, мои действия ведут меня к ответу, или я что-то решаю, зачем я что-то делаю, и приду ли я к ответу, к решению, к нужной цели. Вот это целеполагание, тоже один из моментов перегиперактивности, но это слабое звено. То есть, вот сейчас сразу же немножко так обрисуем, всегда для родителей, всегда мы говорим о том, как все устроено, и где, как говорится, собака зарыта. Почему? Вот есть мозг, у него есть его стволовые отделы, ствол мозга, который, та зона мозга, которая вот на уровне шейных отделов, самых верхних, и туда вглубь, мозга, как ствол дерева располагается. Дальше у нас на этом стволе полушария правая и левая, между ними только тоненькое, маленькое соединение мозоли истатила, как вот, как пучок волокон. Все, больше эти полушария ничем не соединяются. Вот удивительно, там вот такой сенький пучок, все, больше ничего нет. И когда на уровне ствола, это отдел, отвечающий за тонус, за такие процессы, которые происходят несознательно, регуляция сна бодрствования, который отвечает за процессы пищеварения, за процессы работоспособности, то есть стволовой отдел мозга, это самый базовый, вот он и дозревает, в самом первом году, полтора он уже готов, чтобы уже доформировать организм, ребенка, организм, как, ну, как вот организм животного, то есть физически дозрел, как система, для своей саморегуляции. Да, и там же гормональные все процессы, то есть процессы гомеостаза, гормональные, эмоциональные, вот это все, это на уровне ствола, то есть если ствол работает хорошо, дальше мы уже говорим о более человеческом таком существовании и о процессах, присущих исключительно человеку, в большей степени характерно для человека, то есть о высших психических функциях говорим, но базовым, о чем бы мы ни говорили, про любые процессы, о любых жалобах, когда приходят родители, мы всегда говорим, что сначала мы смотрим ствол, что на стволе, если работа ствола, кажется, ок, да, все хорошо, мы понимаем, значит, что-то дальше, какое-то повреждение, поэтому задача нейропсихолога при любых обращениях с ДВГ, неважно, заикания, задержки развития, речи или общего, смотрим, что происходит на уровне каждого отдела мозга, если мы понимаем, что ствол в порядке, смотрим дальше, что с правым полушарием, есть ли оттуда какие-то симптомы, которые потом образуются, ну, в синдромальный какой-то, да, такой синдром, если с правым полушарием хорошо, что с левым, потому что, если правый полушарий, это эмоции, это фантазия, это творчество, это интуиция, это восприятие, если мы говорим про речь, это восприятие не речевых, а бытовых шумов, каких-то не речевых, то левый полушарий, ну, скажем так, вот сухо нельзя так распределять, что правое так, левое так, но в целом, вот если очень грубо говорить, в целом левое, это больше про логику, про структуру, про анализ, то есть оно такое вот, оно больше математическое, поэтому доходя до уровня школьного возраста, до школьного возраста, ребенок для хорошей учебы должен иметь хороший ствол, то есть хорошее энергоснабжение, он должен быть энергетически напитан, он должен иметь устойчивую работоспособность, он должен иметь устойчивое внимание и про это говорит именно то, как работает ствол, это связано с этим. И тогда мы понимаем, что если правый полушария тоже в порядке, его работа, то есть у ребенка хорошо с фантазией, хорошо с эмоциями, он их чувствует, он их узнает, он их может передавать. Если мы просим, покажи вот, если ты злишься, ты какой? Если ты удивлен, ты какой? А если, допустим, скучно, какой? Вот эти вот вещи, это про правое. Кроме того, в правом и целостное восприятие. Вот тоже касательно детей с гиперактивностью. У всех же разная ситуация. Бывает диагноз один, особенность одна. А дефициты у всех разные. У кого-то больше дефицит в одном отделе, у кого-то больше в другом. Как правило, у всех ствол, это база, стволовые отделы хромают. Но по дефицитарности какие-то больше вносят вкладки, это меньше. То есть такая мозаика у всех своя. И получится, что в любом случае, если, допустим, вот ребенок с гиперактивностью, и при этом у него нет целостного восприятия, то есть как процесс. Я вижу картинку, но я в этой картинке не в целом ее вижу. Там побежала собака, здесь кто-то за стволом дерево спрятался, тут охотники. И мы понимаем, что, видать, это какая-то была охота в зимнем лесу. И здесь охотники, здесь собака. И мы понимаем, то есть мы понимаем сюжет. Уже можно, да. А если просишь ребенка писать картинку, он говорит, ну вот ребенок играет в прятки. То есть он не видит собаку, которая бежит, он не видит волков, он не видит охотников где-то там по бокам. То есть поле восприятия сужается, и сужается понимание картины в целом, что здесь происходит. И поэтому, а представьте бытовая ситуация, вот обычная жизненная ситуация. Не поделили какую-то машинку на площадке. И ребенок, который видит ситуацию точечно, как он ее воспримет, с какими эмоциями. Конечно, у него будут взрывы эмоций. А если он, скажем так, увидит, что было до этой ситуации, какие еще действующие лица были, почему мальчик этот вот так, что у него с настроением, а как я. И тогда есть понимание, что может быть такое поведение неуместно в этой ситуации, мое. Да, да, да. Включается аналитическая способность ума увидеть, что называется, абстрагироваться, вознестись над ситуацией, да. и оценить, так сказать, ее как аналитик. Да, и вы понимаете, дело в том, что если... А они, получается, этого лишены. Они лишены, потому как... Но они-то все за чистую монету воспринимают, причем неизвестно, где они за эту чистую монету ухватятся, правильно? Конечно. Он может ухватиться за собаку. Конечно. И сказать, о, собака, я хочу собаку. Да, да. В смысле? Может быть, совершенно не по ситуации, и ответы не по ситуации могут быть, и фантазии не по ситуации. То есть все это... Неуместное какое-то такое. Неуместное, да. И поэтому у детей бывает в таких ситуациях, когда говорят о психическом развитии недостаточном, да. Бывает, что вроде бы... Правильный ответ, но не тот вопрос. Да. Правильная реакция, но не в том контексте. Угу. Но, по сути, это принцип эстафеты. Сначала ствол развился до полутора лет, он уже должен быть хорошим, крепким. То есть не должно быть ни тонусных нарушений, да. Ни трудностей засыпания, пробуждения, ни каких-то пищевых вопросов, когда накормить невозможно, да. Или он там то голодает, то ест, как не в себя. То есть вот эти все вопросы. То есть когда базовая физиологическая основа в порядке, тогда дальше процесс идет в наполнении, в энергетизации, как толчок для следующего отдела, для правого полушария. До семи, до шести лет, так в районе с трех лет примерно, чуть раньше, идет активно правое полушарие развивается. С его целостностью, с его эмоциями, с его фантазиями. И потом, когда уже оно доразвилось, оно эту эстафету энергетическую передает в левое полушарие. Вот по тем же самым волокнам, а мозолистому телу, по этому пучучку. Передает в левое. И там уже возникает... Ну так, это грубо. Конечно, у ребенка и в три года, может быть, умение проанализировать ситуацию, понять ее. И посмотреть на нее, ну как со стороны, и разделить ее на какие-то там... Составляющие, да? Да, мама не купила игрушку, да. И я при этом, если правое полушарие доминантно, а левое спит, это истерика будет. Это будет вот такая закольцованная эмоция. Это будет непонимание, почему я же хочу, ну как же, доминантно будет. А более старший ребенок понимает, ну я могу оттормозить, я могу проанализировать. Допустим, мама идет с работы, сегодня не день зарплаты, допустим. Да, да. И нет какого-то праздника. Нет праздника, да. И мы не договаривались, что мы там будем покупать игрушку. И много-много разных ситуаций. Но я резко захотел. Я резко захотел, да. И поэтому я понимаю, почему я слышу отказ. Почему я слышу отказ, да. И в связи с этим получается, что чем старше ребенок, и чем больше, так сказать, идет эстафета, передается на другой отдел мозговой, тем больше у него возможностей расширения его психического реагирования. Не просто репертуара, да, а более... Как будто гибкость добавляется, да, такая? Да. Ситуативная гибкость, да? Ситуативная гибкость, ситуативный объем, ситуативное разнообразие. То есть, я бы сказала, вот появляется объем восприятия. Когда я вижу ситуацию не плоско, да, я хочу игрушку, мне нужно срочно здесь. Я могу видеть с разных сторон ее, с позиции разных людей. Вот эта децентрация, она очень сильно и с возрастом связана, да, говорят, там, кризис трех лет, да, вот я хочу, я могу. А потом ребенок понимает, что есть еще желание других людей, кроме моих собственных. И это, опять же, напрямую связано с тем, как работает мозг. То есть, опять же, с умением немножечко отделиться от ситуации, посмотреть со стороны, вот то, что про левое, да. И в конце концов, постепенно включаются и лобные части. То есть, у нас есть ствол, как энергоснабжение, да, у нас есть правое полушарие, как образное, целостное восприятие. У нас есть левая, которая анализирует, но есть еще лобная часть коры, которая, что делает, она планирует, прогнозирует и контролирует. Если я понимаю, что после истерики мама все равно ничего не купит, то раз, два, три, если мама грамотно поступает, то истерики больше на такую ситуацию не будет. И при этом мама объясняет, что давай, сынок, давай, дочь, а мы договоримся, и вот выберем день, и сходим с тобой там, то, что ты хочешь, купим. Ну да, ребенок готов обработать эту информацию. Да, он готов обработать, он готов подождать, он готов спланировать. И вот цель, да, целеполагание. Мы там в пятницу, допустим, идем, условленный день, мы идем за игрушкой, и он всю неделю эту цель перед собой держит. Вот почему важно отсроченное удовлетворение потребностей каких-то, ну, не физиологических, да, каких-то таких более, которым можно вот с этим играться. Потому что ребенок вынашивает в голове у себя и учится держать фокус внимания на этом плане. Допустим, во взрослом возрасте, вот хочу я, допустим, машину, но если я не буду держать и простраивать пути, как я этого добьюсь, как я готовлю. То ее не будет. То ее не будет, конечно, я хочу, но раз нет, значит, ну, значит, не будет никогда. Вот есть такое ощущение, да? Ну да. Или хочу, ну, что хочу там, что угодно. Если это не планировать, не держать фокус на этой цели, не будет, не будет результата. Вот. И вот получается, что, если говорить про СДВГ, нарушаются как, слабые функции какие? Это энергоснабжение, оно слабое, его не хватает, слабое умение удерживать импульсы. То есть вот в международном классификаторе болезни, МКВ-10, МКВ-11, американский вариант ДСМ-4, ДСМ-5, там прям вот эти моменты прописаны, что входит в гиперактивность, как моторная активность, дефицит внимания, как неустойчивый процесс концентрации на чем-то, и удержание на объекте, и импульсивность. То есть они в разном варианте могут перемешаться, у кого-то больше, у кого-то меньше, но эти три составляющие это как основные моменты этого синдрома, будем говорить так, симптомы, симптомы, которые входят в этот синдром, синдром дефицита внимания. Вот, и когда все хорошо, ну, ребенок понимает, что да, не сейчас он может тормозить, он может спланировать, когда он, то есть это получается взрослая, сознательная, зрелая личность растет. Но если что-то не так, нам нужно научить его, как оттормаживать импульсивность, как преодолевать, а это же импульсивность не просто на уровне, ну, вот просто хочу и все, это же на уровне нервных процессов происходит. То есть почему же, когда делают энцефалограмму, снимают активность мозговую, да, на этих показателях, на этих исследованиях, есть вот эти пики, вот эти пики, которые в энцефалограмме происходят, которые мы наблюдаем, они говорят о том, что в этот момент происходят вот эти всплески, всплески активности. И на мозге это легко отрегистрировать, увидеть. А в поведении это может быть, ребенок становится на носочке, да, это может быть некое такое замирание в пространстве, вот как будто бы, называется абсанс, да, когда вот замер, вот вроде бы слышит, но вот как будто вот замер, вот не реагирует. И мы понимаем, что вот в эти моменты идет настолько высокая, вот как процессор, который перегружается, и поэтому для того, чтобы как-то реагировать, ребенок уже не реагирует. То есть мы что-то говорим ему, он завис, вот буквально завис. Переработка информации происходит. Он может, он может либо перерабатывать, либо реагировать. Невозможно и перерабатывать, что-то воспринимать, и что-то у себя там, да, как-то аккумулировать, и реагировать. То есть это два разных процесса. И получается, что когда мы видим у ребенка вот эти вот трудности, как симптомы, те, что родители на них обращают внимание, но они не всегда понимают, про что это. Ну да. Да, он говорит, ну вот ходит на носочках, но он балуется. вот он у меня такой. Да, он такой, он балуется. Или это он где-то видел, вот как там, болит видел, может быть, еще что-то. Да-да. Вот. А на самом деле, если что-то беспокоит, всегда смотрим мозговую активность. То есть, ну вот у меня вообще, это за правило, если приходит родитель, с любой жалобой. Я вижу, что это явно не норма типичных, где мама просто тревожится, ну и вот давать вам всякие случаи. И что-то есть в этом настораживающее. Всегда делаем эмоцифалограмму. Вначале, перед тем, как входим в коррекционный процесс, где-то примерно посередине, это позволяет отслеживать динамику. Вот за что мне нравится мозг, как то, с чем мы работаем, за то, что он позволяет делать какие-то выводы, заключения, и наблюдения, и отслеживать результативность даже по объективным данным. То есть, ну ты можешь сказать, ну да, стал делать лучше. Ну вот по таким-то тестам, нейропсихологическим. Хорошо, а в жизни как? Вот если мама говорит, что да, он в жизни поменялся, он стал спокойнее, он стал более, его стейки перестали быть такими пиковыми, затяжными, да? То есть, ребенок, ну как-то стал самоуправляться, то есть, он с этим справляется, его не перехлестывает, его не переливает эта эмоция через край, он ее может как-то совладать. И тогда мы видим, что и инфаграмма приходит ближе к норме. Это удивительно, когда это работает даже на детях 10-11 лет, 12, когда казалось бы, уже вот, ну мозг, я могу бесконечно об этом, мозг имеет свою пластичность, он имеет возможность самовосстанавливаться, саморегулироваться, самовздоравливаться. Но ему для этого нужно движение, раз, ему нужно для этого очень много кинестетики, то есть, тактильных разных применений. И для этого нужно много разных ощущений для начала на уровне тела. Опять же, все хорошие практики восточные, это все через тело. Йога, которая помогает быть более спокойным, более концентрированным, она работает с дыханием и с телом. И вот что самое интересное, да, я не продолжила мысль про мозг перестраиваться. И даже, когда казалось бы, ворота вот этой перестройки гибкости мозговой закрыты, ну казалось бы, что уже 12 лет, это уже поезд уехал, а нет. По современному исследованию я этим очень интересуюсь. И что касается того, как продвинулась нейронаука, это сейчас на пике, ну к счастью, наверное, и много популяризаторов науки и искусственный интеллект, это сейчас все вот прям вот, вот не сегодня, а завтра, мы скоро будем это иметь в нашем быту. и возраст, когда мозг гибкий, когда он еще может меняться, он отодвигается. То есть мы видим, что классичность его и в 10, и в 11 есть. Конечно, скажем так, не для всех процессов. Если в 5 лет нет речи, сложно говорить, что в 12 или в 8 она будет как у взрослого человека, у которого все было хорошо до этого, который в 2 хорошо говорил фразами, такими хотя бы короткими, но все же, то есть есть отдельно для каждого процесса какие-то рамки и возможности перемена, возможности коррекции, но в целом мозг довольно пластичный, и если правильно направлять внимание коррекционное на работу с ребенком, то это очень податливая история, очень эффективная. Поэтому, конечно, чем лучше, чем раньше мы заметили, что что-то идет не так, что-то как-то не нравится мне, как ребенок двигается или как он говорит, или как он плохо по ночам спит, что должно насторожить, допустим, в раннем возрасте. Плохой сон. Вот давайте, если мы говорим про трудности, да, вот что на первом этапе. Плохой сон, плохое засыпание, тонусное нарушение, которое даже невролог смотрит, говорит, да, у вас тонусное нарушение, у вас гипертонус. Это частые, как ни странно, частые срагивания у деток, когда они в процессе пищеварения, у них не нормализовалась история с пищеварением до года, да, и у них эта история продолжается. То есть любые, любые трудности на физиологическом уровне, которые превышают возраст одного года, должны очень сильно прям вот бьем в колокола, что до года нужно все выровнять. Если до года мы выровняли, и ребенок в психомоторном развитии пришел в норму, мы видим, что нас ничего не беспокоит. Мы успели, мы успели до года через физиологические процессы привести его развитие психического порядка. Ну получается, вот если приходят дети, родители приводят детей, у которых есть СДВГ, получается, коррекционная работа проверяется вот энцефалограммой, и удается уменьшить пики, и удается с ними работать, я представляю, насколько сильный у них в этот момент рождается прорыв в учебе, и насколько удивляются учителя, которые их уже записали в галерку, в неудачники. А почему записали в неудачники? Потому что у меня просто на этот счет отдельная боль, потому что вот буквально вчера мне привели первоклассника, первоклассника привели мне на летний интенсив по подготовке к школе. Я же готовлю к школе тех, кто идет в первый класс, а мальчик закончил первый класс. Вопрос, зачем он ко мне пришел? Ну вот потому что, потому что не перевелись еще, к сожалению, учителя, которые считают, что нужно уметь правильно ломать детей. И такие учителя, к сожалению, конечно же, если увидят ребенка с СДВГ, это учителя с опытом работы, 30-40 лет опыта работы. В данном случае я говорю про учителя, которому, по-моему, да, около 30-40 лет она работает в школе, и вот мама жалуется, вот, ну, естественно, кроме как поменять учителя, я ничего порекомендовать не могу, ну, прекратить же, надо издеваться над вашим ребенком, поменяйте учителя, ну, ей это как бы сложновато, но она, поскольку от меня это, я так понял, от очередного услышала, то же самое, что говорят все, я так понимаю, она задумалась. И вот, получается, что вот эта коррекционная работа, она отражается не только на ребенке, не только на его поведении, она отражается на его жизни и на том, как его воспринимают другие, она отражается на том, что мама становится спокойнее. Это, это, это просто прорастает, вот эти изменения, они же по всей жизни прорастают, это, это удивительно. Вопрос у меня еще один есть, касательно вот того, что называется, приходит ребенок ко мне на занятия, я вижу, что это, это просто залетел ураган, этот ураган не может съесть на месте. Я, конечно же, не тот, кто ставит диагноз СДВГ, я и задаю вопрос, а у вас есть как-то, что, ну, нам диагноз СДВГ не поставили, у нас ребенок просто активный, но от этого просто активный, хочется или отказаться, или сказать, индивидуальная работа с специалистом и точно не со мной, потому что ты понимаешь, что ребенок, ну, просто, ну, это невозможно, с ним не договориться невозможно, не поговорить, ничего. Встречались такие ситуации? И вообще, как вот, на ваш взгляд, вот, может это быть вообще, что активный, там нет СДВГ, а по поведению, ну, это просто какой-то трэш? Да, вы знаете, очень, это нередкая ситуация, когда действительно объективно, грамотные специалисты, неврологи, да, сделали эту энцефалограмму, наверное, да, а пиков нет. А пиков нет, и трудно поставить ему гиперактивность как диагноз, да, и тогда мы понимаем, что очень вероятно, что вот эта повышенная активность, даже не сама по себе активность, а расторможенность, является просто следствием отсутствия нормирования ребенка взрослыми, потому что, поскольку, если у ребенка с точки зрения неврологии все хорошо, значит, он может, он может, он способен, он... Значит, это поведенческая история? Да. И педагогическая? Поведенческая, педагогическая, вопрос детско-жидерских отношений, где, возможно, мама устает от такого урагана, да, и ей не хватает сил, или она такого типа, как мама, как человек, такого типа, что ей трудно эти нормы выстраивать, отслеживать, сделал, не сделал, да, какие-то вести следствия, этого не сделал, да, или следить... Следить за дисциплиной, элементарно. Да, потому что, на самом деле, очень один из частых вопросов, это, когда ребенок расторможен, но при этом он в плане нейро, невро, все в порядке, это очень часто. Что не так? Давайте смотреть. Оказывается, что либо гиперопека, как способ отношения, воспитания, либо, наоборот, гиперопека, то есть мама своя жить, ребенка своя, иногда, когда ребенок чего-нибудь там совсем уж набедокурит, мама включается и при этом, скорее всего, действует не системно, не продуманно, ну вот, вот как, как Бог на душу положит, вот, рассердилась, да, и вот как-то вот ребенку влетело. При этом эффекта от этого нет, это не формирует, это не воспитывает, это не прививает ребенку нормы, как способ, то есть что дает взрослый, который воспитывает, который имеет авторитет, это отдельная тема, как взрослому иметь авторитет у ребенка, да, и как, чтобы ребенок его слышал и слушался. Когда взрослый выстраивает вот эти вот стопы, да, и регулирует, это же происходит не через какую-то искусственную дрессуру, да, это в обычном общении, где что-то я сделал, мама или порадовалась, или огорчилась, или как-то, ну что ж, ну значит, вот, ну вот, и как-то дальше что-то следует за этим. А очень часто этой системы нет, то есть есть у родителей поведение ребенка, их эмоциональная реакция и все, то есть, а что с этим делать? Либо мало запретов, ну вот, вот все можно, да, такая вседозвольность, кумир в семье, вот, особенно если это ребенок, допустим, болезненный, да, или у него, в его раннем возрасте, в развитии, он часто болел, он слабенький, конечно, его оберегают, стараются его как можно не расстраивать, как можно меньше, да, там, что-то запрещать ему. С одной стороны, это вроде как хорошо, но это не формирует рамки. Ребенок без рамок, это как рыба, выпущенная из аквариума в огромный водоем, где нет стекла, где нет границ, где нет вот этих вот, а что делать, куда, как, вот, это рождает в ребенке еще больше тревоги. За вот такой расторможенностью очень часто скрывается чувство тревоги ребенка, потому что он, ну, он сам, по сути, если нет взрослого, который скажет, Вася, так не надо, так не делать, так нехорошо, вот ты сейчас, вот ты, когда делаешь, ты меня огорчаешь очень сильно, и тогда авторитет взрослого позволяет ребенку как бы иметь силы сдержаться, или перенаправить свою активность в другое место и как-то с этим совладать, но когда этого взрослого нет, у ребенка... Ну, он как будто границ мира не чувствует, да, то есть у него вот как-то все это непонятно ему как будто бы даже. Конечно, потому что границы мира задают взрослые, задают в отношениях, тем самым показывают, каков этот мир. Каков этот мир, да. А не просто это границы ради границ, да, что там вот, да будь ты матерью, гаркни уже на него там, господи, что ты не мать, или что, возьми ремня дай. Ну вот, вот ты же не про это. Конечно, не потому что просто как-то отреагировать, а чтобы понять, чем это обосновано, почему это так, почему нельзя, допустим, брать чужие вещи, да, или почему нельзя залазить ногами на стул. Не просто потому что нельзя, потому что некрасиво, потому что есть какие-то... И тогда, когда мы объясняем ребенку, что, почему, мы же опять же включаем, мы же мозг включаем, мы не просто на страхе его держим, отругали, и я не буду делать плохо, потому что меня наругают. Мы же включаем его прогнозирование, сверху мама расстроится. Во-вторых, для меня эти отношения важны с мамой, естественно, на уровне животных инстинктах, мне важно поддерживать отношения с близким человеком, потому что мы все равно как существа, социальные, стадные, нам важен контакт с кем-то взрослым, с кем-то сильным. Это как инстинкт выживания. То есть ребенок вне контакта с сильным взрослым, он потерян сам для себя, он в тревоге. Это как детеныш, отбившийся от стаи. Он понимает, о нем никто не позаботится. Конечно, ему некомфортно. И поэтому, вот это чувство взрослого за спиной ребенка, это обязательное условие, для того, чтобы ребенок рос гармоничным, чтобы он рос с умением регулироваться, саморегулироваться, чтобы у него вот то, что называется интерьеризация вот этих норм, правил, да, и каких-то, да, социальных моментов произошла, должен быть сильный, авторитетный взрослый, который не через силы, не через страх, не через базовые, инстинктивные какие-то, да, формы, а все-таки через отношения, через простраивание сознательное. И тогда ребенок планировал. Через диалог. Через диалог, конечно, через проговаривание вот этого всего вопроса, а почему ты так сделал, да, а что тебе хотелось? Очень часто дети делают что-то, потому что они могут сказать, я хочу вот то-то, то-то. Очень часто, когда тема воровства возникает, оказывается, ребенок не может прийти маме и сказать, мам, ты знаешь, ты все время занят, а потом ты после работы на кухне, а мне так не хватает, чтобы ты все время побыла, сказку почитала, пообнимала меня, посмотрели бы вместе с собой мультик. И ребенок не осознает нехватку внимания, нехватку контакта. И что он делает? Он замещает ощущение радости, ощущение вот этого удовольствия, да, вещами. То есть, так взрослые покупают много ненужной еды, да, и потом эта еда... То, что мы называем эмоциональные покупки, да? Да, да, это когда вот хочется какой-то радости в жизни, да, а ее на уровне отношений нет, да, и мы тогда замещаем это чем-то материальным, то, что мы можем взять. Можно сказать, люби меня. Да, 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 но мы можем что-то купить. Можем что-то купить, да, то есть, так же, когда ребенок понимает, что мама понимает, она не может или папа, да, вот проявить любовь, ну, командировки, ну, привезет там вагон игрушек, вот тоже, да, как некая такая вот переход качества в количество, да, вот, и поэтому, что касается вот этой расторможенности, это очень часто, ну, я бы сказала, всегда, если нет неврологической составляющей, это всегда про отношения. То есть, получается, если к педагогу приходит такой ребенок, про которого мама говорит активный, да, говорит, нам не поставили диагноз СДВГ, мама так говорит, и, а педагог видит, что происходит что-то такое, то у педагога, получается, есть только один путь, который состоит, по сути, из двух шагов. Первое, нужно, чтобы мама подтвердила то, что им не поставили СДВГ, а не просто сказала на словах, потому что мама тоже, может быть, умная и начиталась, и ребенка с СДВГ хочет в обычную группу, например, там, к детям, когда педагог должен превратиться в нейропсихолога, представить, что остальных детей нет, провести коррекционную работу, и только, кстати, тогда он получит нормального ребенка, правильно? Как же он по-другому получит? Если вот к СДВГшному ребенку применять педагогические все эти приемчики, пытаться ему увлечь, пока, оно же не работает вообще, потому что проблема-то другого уровня, то получается, педагог должен, по идее, получить подтверждение тому, что покажите, где эта бумага, где написано, что у вас не СДВГ, и когда мама действительно, если она была у специалиста, и она действительно говорит, вот заключение, то есть это не СДВГ, то тогда, потому что педагог уже не сможет по-другому, правильно понять, например, это активный просто, или это не обследованный ребенок, где мама скрывает, а там может быть СДВГ, правильно? Получается, это очень тонкая ситуация, да, складывается, ведь родители часто бывают, это я в своей практике скалкиваюсь, ну, одни говорят, что, слушайте, спасибо, что сказали, это просто супер, мы благодарны судьбе, что встретили вас, где телефон Юли, мы сейчас к ней поедем, это серьезно, это был такой разговор не раз у меня, но есть же и другие родители, которые говорят, что у нас все в порядке, и они готовы поверить во что угодно, только не в то, что им нужно пообщаться с специалистом, просто на консультацию, спросить, что там, да? Здесь, конечно, очень такая тонкая ситуация, и... Даже этическая, наверное, Этическая, Вот педагог, как вот будет требовать, а он видит, что, ну, ребенок, ну, не может находиться среди обычных детей, не может, и да, вот активный, либо это СДВГ, и педагог же тоже, как вот с опытом, ну, я вот, у меня, допустим, там, небольшого, вот 14 лет работы, но я вот, например, вижу, что я бы тут бы, хотел бы посмотреть на заключение, что это не СДВГ, потому что тот уровень активности, очень, который я вижу от ребенка на уроке, его реакция на меня, это очень редко встречается, и это очень сильно по сигналам, которые ребенок демонстрирует, поэтому то, что вы говорите, что он просто активный, у меня большое сомнение, большое. это очень такой тонкий вопрос, когда, с одной стороны, педагог испытывает значительные трудности, если в классе есть такой ребенок, а сейчас я общалась с коллегами из системы образования, говорят, сейчас в каждом классе два, а то и три ребенка, вот такие, если раньше, лет 10 назад, когда я еще имела отношения непосредственно, это больше, ну, больше, таких детей было, ну, один на два класса, может быть, вот встречался, ну, как-то там с ним совладали, сейчас таких детей много, и один-два в классе, это всегда, это прям вот, вот так много, с одной стороны, может быть, их стали больше замечать, а может быть, больше попалась ситуация педагическая, отношенческая, да, и это мешается, ну, с адресом, мы же не можем требовать, чтобы мама принесла заключение, да, вот педагог не может сказать, вы знаете, мама, принесите нам заключение от невролога, что у вас все в порядке. Но в частной школе или в частном детском центре педагог может так сказать, потому что частный центр все-таки может сказать, что, ну, вы просто, как бы, у нас маленькие группы, и нам, ну, важно, чтобы, у нас же ответственность перед другими родителями, да, тут можно, тут можно, да, но, опять же, это тоже тонкий момент, потому что, когда я ездил с семинарами вот в Киеве, в Одессу, в частный детский сад, в одном этом месте было, в другом, это тоже был частный детский сад, и у меня был семинар для педагогов, где задавали вот эти вопросы, мы обсуждали, а как же быть с этими детьми, а как им отказывать, и вот эта мысль, кстати, про ответственность перед другими детьми, когда приводят ребенка, с которым педагог понимает, он не готов работать, он ничего не может с ним сделать, он просто об него бьется, как волны об скалы, в результате скалы не меняются, у них не меняется форма, они становятся меньше, они не становятся мягче, и вот педагог бьется, и у него висит над ним вот это вот, ну как же, мы же не хотим сказать, что мы кого-то не взяли, мы получается тогда что, плохие, мы получается не справились, и педагог в этой ловушке, как бы сидит такой, думает, нет, я переборю, это педагогический вызов, я берусь дать на него ответ, а это уровень вообще работы не его, вообще другая, да, это все равно, что педагог сейчас будет стараться сделать своим хорошим отношением к ребенку так, чтобы у него были запломбированы зубки, не его, не его работа, это не его работа, абсолютно, и вот этот вопрос был для них, вот когда я, такой мысль была интересная, в плане того, что они так к этому не относились, как вот я сейчас сказал, что бывает просто вот так, во-первых, ответственность, во-вторых, запломбируйте зубки, хорошим отношением, вы что, плохой педагог? Да, да, то есть очень часто педагоги воспринимают этого ребенка как просто сложного ребенка для своей работы, то есть просто, ну вот есть такой ребенок, просто мне нужно к нему найти подход, ключик подобрать, ключик, да, что я плохой педагог, конечно же, я потом отсюда выгорание, потом отсюда разочарование, особенно если молодые специалисты или с небольшим опытом, да, они понимают, что они ничего, они не могут. Конечно. И потом, ну, то есть это отражается на школьном процессе, но вопрос в том, что очень тонкая грань, как родителя, у которого сложный ребенок, и которые эти сложности доставляют всем, и в себе в том числе, как снимать контакт с родителем, чтобы вместе не школа с одной стороны, да, или частный сад, мама с другой стороны, и они как бы в войне. Мама говорит, нет, все в порядке, школа говорит, нет, у вас что-то не то. Мама говорит, нет, мы все в порядке, мы ходили, делали исследования, все в порядке, школа, нет, очень важно, чтобы было доверие. Конечно. Мамы, папы, семьи, да, к процессу. Если процесс, это я говорю, и касательно работы своей, с детьми, если я вижу, что мы говорим на одном языке, хотя они уже приходят, они же уже готовы решать вопросы. раз уж пришли, да. Да, у них мотивация изначально, они понимают, что, но, и очень важно говорить на одном языке, говорить об одних и тех же вещах и понимать их одинаково, понимать, в чем причина трудности ребенка. и тогда не возникает сопротивления, что нет, у нас все в порядке. Ведь для этого в частных садах, в школах, да, даже в государственных есть психолог, да, хорошо, если он этими вопросами владеет. И хорошо, когда, или даже педагог, но который немножко в этом разбирается, говорит, ну, у вас же что же с ребенком трудно, не только же нам, вам же тоже с ним трудно, вы же тоже не можете найти к нему управление и как-то на него повлиять. и не слушается, да, и делать какие-то чрезмерные вещи. Давайте действовать сообщаем. Давайте, конечно. И вот это вот запорок о успеху, это вот этот контакт со взрослыми, с родителями. И если он есть, если мама, потому что мама обычно выступает инициатором, да, всяких перемен, и каких-то моментов режимных с ребенком, если есть контакт с мамой, если мы понимаем, что мы все хотим, хорошую ребенку, никто не настроен на то, чтобы ребенка как-то этого исключать или выгонять, или каким-то делать его изгоем, инаковым, да. Вопрос в том, что как, помогите нам сделать, чтобы ему было лучше. Да. Помогите. Все же для этого. Конечно, потому что мы настроены, наше дело обучать, но помогите нам понять, как это делать лучше. Потому что даже, если ребенок с СДВГ, они в принципе могут неплохо вписываться в обычные классы, даже не инклюзивные. Но для этого должен быть контакт мамы, сказать, мама, мама должна сказать, я понимаю, и мы были, и нам рекомендовали, и педагог, получая рекомендации по организации пространства ребенка, по способу того, как его нагрузить, в процессе, пока делают все математику, задачу номер один, этому ребенку, если у него хороший потенциал, можно 2-3 таких задачи, или если он хорошо сидит, если он сидит хорошо, пока у него период активности, импульсивность справляется, сделать задачу, пойти по вытирать доску, пройтись. То есть, помочь правильно разместить вот эту свою энергию, которая сейчас требует как раз выхода. В тот момент, когда другие дети могут ее удерживать на том уровне, что мы сидим, идет урок. Да, конечно. И если мы с таким подходом подходим к этому ребенку, и видим его вот с этой позиции, мы тогда понимаем, что ему надо. И тогда он очень хорошо включается в процесс обучения. И тогда и педагогу лучше, и мама спокойна, потому что она понимает, что с ним. То есть, да, ему сложно усидеть. И, знаете, это нормально, что есть такие дети, которым сложно усидеть. Это нормально, что дети, которым сложно держать эмоции, если бы все были одинаковые, это была бы другая история. Это была бы про жизнь, может быть, на Марсе где-то, на Юбиде. здесь так. Есть дети, которые, и это нормально, что он отличается от других. Да, ему сложно, но это тоже нормально. Поэтому давайте мы поможем и вместе сделаем так, чтобы ему было легче. Ребенок успокоится, успокоится мама, успокоятся педагоги. И обучение станет эффективным для него наконец-то. И обучение эффективное. И он когда поймет, что он может, вместо того, что сжимать пружину своего напряжения внутри, может пойти, и выплеснуть, что-то поделать. Да даже, если есть такая возможность, какие-то рядышком, ну уж, кажется, есть, да, сзади там и карематы, и мешки. Предполагается, да, предполагается такая зона, да, где можно немножко отрелаксировать, да, там, чтобы, да. Да, и даже дать возможность, пусть он не все задания сделал, но по договоренности, через, допустим, понимаем, что через 10 минут у него вот, условно говоря, едет крыша. То есть он не может себя уже удерживать. Поняли? Через 10 минут, разносы, совсем все плохо. Через эти 10 минут предлагаем ему, Вась, поделай, что ты хочешь. Мы понимаем, мы сейчас дадим ему отреагировать, мы дадим ему немножечко переключиться, насытиться, включиться через тело, покачайся, походи там, может быть, побегай тихонечко там по кругу. У меня часто дети, можно я побегаю? Сделал примеры и хочет побегать. Я говорю, если тихо, то можно. И он на носочках по коврику сделал 3-4-5, 5 кругов, пока остальные. Он уже понимает, что взамен на тихо побегать можно. Можно, конечно. Все, какие вопросы? Но опять же, у меня же их 8-10. Да, да. У меня же их не 30, поэтому да, поэтому мне проще. историю. Да, да. Юля, вот скажите, сегодня работает ли нейропсихолог с такой штукой, как рассеянное внимание? Я наблюдал это абсолютно как такой отдельный, что называется, момент, когда это выглядит очень интересный. Но он не совсем там отдельный. Он у меня еще у одного мальчика сопровождался с тем, что ему трудно было писать печатными буквами в строке. Размер букв у него был разный. Строка у него была по-нисходящей вниз. И у него было вот это интересное, когда я говорю, значит, в клеточках пишем ответы. Ой, Денис Валерьевич, я написал ответ не в клеточке. Я говорю, ну правильно, а надо было вот здесь. Я говорю, нет, надо было в клеточке. А, хорошо, я буду писать в клеточке. И он потом через какой-то момент он просто забывает такое ощущение, что у него память вот ну секунды три или две. То есть он услышал меня и сразу сделал не то. Опять услышал поправку, опять сделал не то. Это вот это вот смешной этой сценке КВНовской, где скороход мимо, как он там вышел формулу писать, ему говорят М в квадрате, он рисует ее в квадрате, потом два, напишите два, он там то в левом углу, то в правом верхнем, то в левом верхнем пишет, он не понимает как что, но он там не понимал, потому что он не знал, там смех был в этом, что он ничего не знает. А тут вот подобная история происходит, когда ребенок искренне тебя слушает, и он вообще, он вообще не может ничего сделать по инструкции. Если я говорю задачу вслух, то он просит ее повторить ну раз, раза четыре, вот три-четыре раза, тогда он начинает уже ее, что называется, превращать в пример. Одного раза ему недостаточно. Так это с учетом, что задача в одно действие. И это возраст шесть лет. Возраст шесть лет. Да. Тут знаете, Денис, тут скорее вопрос не внимания рассеянного, здесь скорее вопрос обработки слуховой информации. То есть то, как он воспринимает на слух инструкцию. Вообще, вот если написать ему эту же инструкцию на листике, вот если, как понять, это про то или нет. А, интересный момент, если написать на листике, сделать так-то, так-то, там-то, там-то, столько-то раз, вот, прочитал, сделать. Если вы понимаете, что он сделал и все хорошо, вы понимаете, что это не про память, это не про рассеянное внимание, это не про восприятие, ну, в целом, это про, вот эта ситуация, про обработку слуховой информации. То есть он на слух воспринимает, как бы он слышит, но он как бы не переводит это в образы, да, когда вы, допустим, говорите какое-то иностранное слово, ну, Apple, да, и человек, знающий английский язык, у него сразу, это Apple ассоциируется с образом, вот, с каким-то яблоком, да, пусть Apple, как фирма или просто яблоко, Apple. Когда вы говорите японское слово или вам говорят японское слово, у вас это ни о чем, точно, как у меня и у всех остальных, ни о чем, если мы не знаем языка, потому как нет, нет нужной обработки, то есть мы можем услышать, мы можем даже как-то повторить но то, на что наш слух, да, то, на что наше слуховое восприятие, там же тоже есть, вот, я почему-то вначале говорила, что есть зоны слухового восприятия, есть зоны неслухового восприятия, и бывает такое, что неслуховое восприятие, замечательно, повторить может музыку, пропеть может любую мелодию, узнать любой бытовой шум, шум ветра, шума дождя, вот тут самое там мельчайшее, капание воды в воду или на твердую поверхность, да, вот, 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 а слова близкие по звучанию плохо отличают, большой поток информации, там, в три предложения, его перегружают, и вот он, он просто выпадает, он улетает, помнит, что что-то говорили, что-то надо написать, а где он не может это собрать у себя. То есть, если вам бы привели такого ребенка с условно рассеянным вниманием, да, то вы бы прежде всего проверяли, во-первых, что, да, вот это вот в чем, вот эту тонкость бы, да, выделили бы, и если вот это слуховое восприятие, если представить, что это вот оно действительно, то с ним, получается, тоже проводится, да, коррекционная работа, и это уменьшается потом. Да, смотрите, какая интересная штука. Вот если мы, опять же, я всегда возвращаюсь к мозгу, как говорится, в любых вопросах, говорят, приседай, да, если мы, в любых вопросах, возвращаемся к мозгу. Если мы понимаем, что нарушены, есть разного рода, не хватает энергетики, не хватает, дальше второй блок, это прием, блок приема, переработки информации, да, и блок планирования контроля. Три блока, энергоблок, блок приема и переработки информации, это то, что вот наша кора, слуховая, которая в височных отделах, вот на уровне нашего, нашего уха находится, затылочная, так вот отвечает за зрительное восприятие. То есть мы видим, яблоко, мяч, допустим, помидор, мы понимаем, что это мяч, это помидор, у нас нет каких-то сомнений, да, два мяча или два помидора, или вообще, то есть мы не скажем на мяч помидор, хотя дети в диагностике, некоторые так и говорят, вот, и что получается, что мы тогда смотрим, если, если какие-то дефициты на уровне восприятия, конкретно по процессам, то есть хорошо ли он воспринимает звуковую информацию, слуховую, хорошо ли он воспринимает зрительную информацию, причем это может быть на слух бытовые, то есть изначально как? Все, опять же, смотрим по тому, как липунак развивается в антагенезе, ничего не берем, вырываем и корректируем сразу вот с места в карьеру, нет, смотрим, а как было до этого, то есть если в слуховом восприятии, в речевом, это же про речевое восприятие, правда? Ну да. Это от центра левого полушария, это левое полушария, сочная зона, там их рядом лежащих несколько по фамилиям авторов, которые занимались теми вопросами. Это, наверное, там зона Брок? Да, 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 вот там, вот там, да, я сейчас не хочу грузить этот термин. Я понял. Вот, и мы понимаем, что если слуховое восприятие в дефиците, а как с восприятием не слуховым, да, не речевым, ну в смысле, не речевым восприятием, бытовые шумы, шумы уличные, и интересно, что, а почему вот с неречевым хорошо, а с речевым плохо? Возможно, энергетически не хватает перехода для того, чтобы перешел процесс энергоснабжения в левое полушарие вот к этому самому отделу слухового восприятия речевого. Надо, чтобы хороший переход, вот как туннель на самолет, да, туннель простраиваться, поэтому туннелью вот все вот идем. Если там вдруг чего-то, какие-то сбои, и право, левое полушарие недостаточно между собой связаны, опять же, что значит связаны? Они у всех связаны. Но это, получается, развитое, это мозолистое тело, межполушарные связи? Да, да, межполушарные связи, да, мозолистое тело. И чем больше, как, что обеспечивает эту связку? Так называемая миелиновая оболочка на нервных путях. То есть это как некая изоляционная. Ну да, изоляционная вот эта вот, как на проводах изоляция. Да, да, да. Так она же формируется, собственно говоря, аж там какому-то возрасту. Она формируется, но если путями этими мало пользоваться, да, ребенок не сильно нагружал, там, пять лет или шесть лет, он ножницами не умеет резать, он шнурки не завязывает. То есть это о чем? Это про то, что эта дорожка не протоптана. Да, у меня, кстати, были примеры, приходит ребенок не умеет мяч ловить. Да. Так, Юля, вы не поверите, он просто не умеет мяч ловить. Я думаю, вот я тоже сразу, я же не нейропсихолог все-таки, но хоть я так и интересуюсь, я такой думаю, вот интересно, сейчас это процессы, которые мы сможем победить вот только лишь тем, что мы добавили. Возможно, там нейронных связей не было. Возможно, просто не было так, он не касался, не простроились нейронные связи вокруг ловить, кидать. И проходит какое-то время, и я понимаю, что этого ребенка ловить и бросать мяч научил я. Да. А ему 6 лет, ему 6 лет, я научил его. Это так удивительно, то есть он вообще не умеет. Это про то, как проводят время наши дети. У меня таких двое в этом учебном году было. Я двоих научил ловить и бросать мяч, 6 лет. Это было удивительно. Я сам, мне настолько было, то есть я вижу, как это происходит. Это как я своему сыну в год или в полтора лимон дал, и понимал, что это сейчас первый раз в жизни, вот этот вот человек, первый раз в жизни, это исторический момент, вкус лимона ощущает во рту. Вот так же я на этих смотрел. Это то есть я учу ловить мяч, вот сейчас. Так это... Это удивительно. Это удивительно, да. Это такой какой-то вклад в историю этого человека. Да, вклад в историю. Ну и самое интересное, что девочка научилась ловить очень быстро и бросать мяч. Вот. Ну очень быстро. Прямо такое ощущение, что она, в ней дремали вот эти какие-то нейронные связи, которые были построены, и как-то аналогия какая-то у них была. То есть они быстро подхватили. А мальчик учился долго, мальчик учился в течение учебного года. Вы знаете, вот что интересно, вот ловить мяч, это навык, который еще более древний, чем речевое восприятие. Он еще... Это там, где на уровне до года, где ребенок, видя, что он может что-то рассмотреть, понимаешь, что он может рассмотреть, что-то видеть, а потом он еще понимает, что у него рука есть, он может поднять, он ее рассматривает, а потом он видя интересный предмет, может дотянуться рукой. И вот эта координация глаз-рука, это вот там, это на уровне до полугода. Но это еще когда, это получается, там, наверное, мозжечковая зона, да, там что-то строится, когда координация, когда учится мозг просто оперировать этими всеми руками, ногами, это где-то вот там, что ли, получается? Это где-то глубоко. Где-то глубоко, да. Это, конечно же, тоже связь между отделами, между разными центрами. Так вот, самое интересное, что то, что в дефиците, вот если мы что-то выявляем, да, что-то не имеет, этим же можно и натренировать. Вы говорили про то, что строчка сползла вниз. Смотрите, как интересно, дефицитарно-слуховое восприятие, он слышит на слух, на информацию, он перескажет, что нужно сделать. Вы понимаете, что либо не запомнил, либо как бы не понял, не перейдет в какие-то действия, в образ действия. То есть, когда мы говорим, подойди к двери, открой дверь, возьми за дверью там стул, занеси его, и вы, когда вы слышите эту инструкцию, вы представляете внутри себя, что нужно сделать. Да, да. Какой-то образ есть. Да. А когда с речевым восприятием плохо, то есть, здесь я воспринял, здесь нужно представить, что я открываю дверь, я закрываю, заберу стул. Вот это, еще нужна же последовательность действия. Да. Первое, потом второе, потом третье, не запутаться, ничего не... Лоб включается. Планирование, прогнозирование, контроль, да. А если вот это вот, перебегание вот этих нейрончиков туда-сюда, этих импульсов, из права в лево, я затруднено, то есть, я могу слышать, да, но при этом, образ действия... Не рождается. Не рождается, да. И получается, особенно если еще хромает лобная, лобная зона, что нужно делать? А, открыть стул, и он выпадает, у него часть информации пропадет. Помнишь, что надо что-то записать, а куда? И вот, структура действия, это один вопрос, это спланировать, но гораздо более ранний вопрос, это, как я слышу, и всегда, все равно, тренируем речевое восприятие, речевой информации, слуховой, через неречевое, но для этого надо, чтобы было много энергии, то, чтобы хватило ее и на правое полушарие, там, где бытовые шумы, то, о чем мы говорили, и перебросить это в левое полушарие, где уже речевая, обработка речевой информации, и тогда все, все случится. А потом, когда мы понимаем, что ребенок уже на слух отличает коза от коса, это вот примерно про то же, не совсем про длинные инструкции, но все-таки больше про речь, и тогда мы понимаем, на простых инструкциях можно дальше по полочкам разложить, что нужно сделать, то есть, и все, и вот, понимаете, фокус в том, что если мы понимаем, как работает мозг, и что за что отвечает, и как, как что в нем перетекает, куда, и как механизм между собой взаимодействует, мы тогда можем все объяснить. Да, и самое главное, что нужно же еще понимать, чем, собственно, и вы занимаетесь, да, как помочь процессам, которые протекают, либо слишком медленно, либо они не протекают вовсе, бывает, наверное, и такое. И вот тут у меня следующий такой вопрос касательно того, занимается ли сегодня этим нейропсихолог. Ситуация, в общем-то, где-то я про нее слышал в детстве еще, вот она такая, прямо у меня запала как-то, и я, честно признаюсь, сейчас этого не встречал, вот в своей педагогической практике. Ну, то есть, я говорю про то, что ребенок получил какой-то испуг где-то, и в результате чего у него появился такая физиологическая реакция, как энурез. Вот с этим сегодня работает нейропсихолог, если такого приведут ребенка, или если мама вот видит, что такое есть, и думает, ну, это же испуг, да, ну, пройдет время, и оно, или к бабке схожу, к бабке, на яичном желтке вышепчет, 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 как, как с этим, да, вот смотрите, опять же, смотрим матчасть, да, 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 всегда смотрим матчасть, что такое испуг, что такое НРС, вот берем ситуацию, да, поскольку мы все изначально биологически живые существа, животные, вот в животном мире, гуляла там какая-нибудь тебе косуля по лесу, да, гуляла, гуляла, и вдруг что-то внезапно на нее набрасывается, ну, на нее или мимо, что происходит, ах, оттаивается дыхание, возникает на глубинных отделах мозга, которые отвечают за выживание, да, вот там, самые-самые древние, это не про кору, где речь, внимание, прияте, это отделы, которые про выживание, это инстинкты, да, это инстинкты, то, с чего начинался человек, по сути, по сути, да, то есть, то, что, собственно, и движет, да, дальнейшие процессы, и что происходит, затаивается, в этот момент затаивается дыхание, в этот момент в подкорке тех, вот, самых глубинных возникает некий очаг доминанта, возбуждение про опасность, то есть, я еще не знаю, что за опасность, но вот ощущение, что вот страх, страх есть, да, когда со временем мы, взрослый человек, да, оглянулся, посмотрел, ветка хрустнула, или там яблоко упало, да, в темном лесу идем, и тут вдруг какой-то звук, конечно, нам страшно, мы не видим, мы не можем проконтролировать, мы ситуацию под контролем не держим, и вдруг слышим звук, который мы не знаем, что это, вдруг это волк бежит, и он чует, что мы тут рядышком ходим, и почему бы не поживиться, первая реакция, затаивается дыхание, возникает на уровне глубинных отделов мозга, некая доминанта такая, про то, что дальше или бей, или беги, так что замереть, это не биологически, реакция неэффективная, то есть замереть это, скажем, тебе съедят. Ну да. Рефлекс мороз, кстати, у детей в раннем возрасте, если мы понимаем, что рефлекс мороз сохраняется и дальше, после того, как он должен угаснуть, и перейти в сознательное реагирование, мы понимаем, что будут трудности, после года, когда вырастет, потому что реакция, замирание, не переходящая в действие, какое-то, ну можно замереть, и испугаться, потом, ну не знаю, там, что-то ударить, да, как-то побежать, вот должно быть, если не возникло отреагирование, это доминанта, скажем так, она как бы остается, остается очаг возбуждения на уровне мозга, то есть идет огромный всплеск, гормональный, всякий-всякий тонусный, да, почему же люди тревожные, люди более склонные, вот к заиканию, у них и дыхание, оно у них, либо поверхностное, либо неритмичное, ну скажем так, есть моменты, есть нюансы, и вот был испуг, если нам удалось понять ветка, фух, все хорошо, всего лишь ветка, мы выдохнули, что происходит с дыханием, происходит снижение напряжения, мы расслабляемся, то есть испугались, и курильщики знают, те, кто курят, покурили, не столько там этого, может быть, никотина, сколько процесс дыхания позволяет расслабиться, перекур, тот самый, знаменитый, отдых, отдых, это дыхательная гимнастика, с элементами, ароматических, дикотиновой интоксикации, да, 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 совершенно классно, не сильно, перекур, да, как перерыв, да, как отдых, и как покурить, действительно, дыхательный, я пойду дыхательную практику, поделаю, да, и вот интересно, что когда процесс испуга сопровождается после расслаблением, да, все, мозг понимает, все в порядке, он себе объяснил, показалось, да, показалось, все в порядке, я в безопасности, просто мне показалось, но когда испуг, и потом ничего не происходит, то есть нет никакого реагирования, ну допустим, ну выбежала собака, допустим, злая, начала гавкать, не напала, но громко гавкала, и близко, и близко, и ребенок вот так вот, и все, и испугался, очень сильно испугался, потом прибежали люди, собаку отогнали, услышали лай, ребенка спасли, а у него после этого, иной раз, ничего не произошло, как бы не укусила собака, да, но, но, вот там, в подкорке, на заднем мозге, что собаки, это опасность, ребенок никак не отреагировал, если бы он на эту собаку, ну не знаю, палкой бы кинулся, или ударил бы ее палкой, да, там убежал бы, все в порядке, он бы вернул все на место, да, он вернул на место, есть процесс возбуждения, есть процесс расслабления, то есть невозможно постоянно накапливать, накапливать, накапливать стресс, никак не реагирует, происходит гормональная сбивка, нервная сбивка, когда у нас много напряжения, купится, если нет отреагирования, невозможно, с ним не нужно справиться, Вот как силачи внутрь, кто там тренируется, как расслабить руки хорошо, сильно? Когда ты хорошо их сжимаешь, у детей, которые сильно дерутся, любят применять руки, сильно напрягаются, а потом руки сами по себе расслабляются после сильного напряжения, если мы позволяем им расслабиться. Если постоянно, постоянно напрягать, вот как на уровне, мы говорим про страхи, смогу я регулировать потом руки, которые хронически зажаты, или как плечи хронически зажаты у людей, которые испытывают много страхов, они же вот так, они же вот живут вот с такими плечами, их же видно, у них голова вперед, плечи к себе, они как будто прячутся, то есть это психосоматическая реакция, это защита через мышечные панции, через мышечные зажимы. Это уже про это бодинамика, наверное, хорошо говорит, да? Динамика, да, кинезиология очень хорошо про это все говорит. И получается мышца, которая зажата, если где-то, вот такими простыми словами, если где-то существует очаг возбуждения устойчивого, мы там не сможем регулировать, мы не сможем там расслабить. И поэтому, а как я буду регулировать процессы, которые биологически должны регулироваться сами по себе? Мы научились там в два года, да, туалетным навыкам всем, и мы эти навыки сохраняем, пока у нас не происходит шибко, опять же, на биологическом уровне, то есть на уровне страхи, на уровне небезопасности. То есть то, где происходит шибко, мы понимаем, если это биологический уровень, значит, и шибко была, причина была биологическая. Инстинкты, выживание, самосохранение, вот это. То есть если даже взрослые, ну, к примеру, да, есть же разные типы отношений, ну, кто-то позволяет себе очень сильно, например, как кричать, вот воспитывает его, кричит. У ребенка, кроме того, что это про отношения, у него на биологическом уровне возникает страх. Страх про то, что взрослый его, защищающий родитель, по идее, да, на него вот набрасывается сверху, и это ощущение, что тебя съедят. То есть биологически это ощущение, что тебя съедят, растопчат. И это страх на уровне биологического плана. И если у меня этот момент есть, он сшибает процессы саморегуляции, стволовые. То есть я вот сейчас говорю, и я прихожу к этой идее, что это так работает. Мы не можем чувствовать напряженные или расслабленные свои вот эти вот мышцы, да, которые происходят в процессе дефекации, да, мочеиспускания, если мы постоянно биологически напряжены. Поэтому дети, испытывающие хронический стресс, находящиеся в хроническом напряжении, они их и в 5, и в 6, и в 7 лет могут давать, особенно на фоне еще какого-то добавочного явления, могут давать вот эти вот ночные, а то и дневные энурезы. Поэтому энурез – это чистая вода с ошибкой саморегуляции, с ошибкой. А наладить саморегуляцию, тем более произвольно, когда ты чувствуешь, ага, так, пора, да, проснулся, пошел, можно тогда, когда эти мышцы не имеют хроническое доминантное напряжение. То есть, получается, Юля, ваша задача тогда обнаружить, какие мышцы находятся в этом хроническом напряжении, да, и дать упражнение на их расслабление, правильно? Тут, смотрите, тут даже не про мышцы локально, да, вот если мы про энурез, там, или про дефекацию. Здесь скорее в целом про нашей психике и нашему организму совсем не важно, мы не можем расслабить руки, или не можем плечи, или не можем расслабить, или удержать мышцы нижнего, мышцы таза, да. Ну, да, самое главное, что какие-то, да, что это напряжение есть, да? Да, если я могу расслабить произвольно то, что, ну, вот то, что можно расслабить, это хорошо. Если я понимаю, что мышцы, допустим, даже ноги напряжены, делаем упражнения с напряжением, с расслаблением, и вроде бы ноги, и всё, теперь расслабляемся, а напряжение остаётся, или теперь мы напрягаем только руки, ноги отдыхают, только руки, смотрю, а руки, предплечье напрягается, хорошо мышца прощупывается, чувствуется, а плечо, ну, вот кисель, ну, вот кисель, мягкая вот такая вот мышца, в ней нет напряжения, то есть ребёнок волевым образом, он не чувствует свои мышцы, и про руки это не будет только руки, и такие дети часто, вот очень часто сопровождаются, когда приходят родители с логоневрозом, да, с заиканием, очень часто там, где про мышцы речевого аппарата, да, связки, гортань, там же и что-то другое ещё, потому что это уже вершина айсберга, речью мы овладеваем гораздо раньше, гораздо позже, чем простыми, крупной моторикой, да, и чуть более мелкой, а мышцы речевые, и их регуляция, она более тонкая и более поздняя по формированию, и если мы понимаем, что в целом есть вопрос, значит, есть вопрос и в других мышцах, и тогда, опять же, через произвольную регуляцию телесную, потому что нейрокоррекция, вот тот метод, который, да, работает с такими вопросами, он позволяет через сознательное управление напряжением, расслаблением, растяжками, он позволяет сконцентрировать волевую регуляцию, усилить волевую регуляцию, концентрироваясь на теле, на мышцах, если я могу сознательно делать вдох носом, поверьте, не все дети могут сделать вдох носом, даже в 5 лет, и выдох ртом, часто делают наоборот, либо, то есть вот этого вот момента часто не хватает, особенно в детей, где есть нарушение развития общего, или нарушение развития речи, эти моменты недостаточны. Для того, мы не можем, как научить, чувствовать, допустим, себя, когда пора в туалет сходить, там не достать, там, эта гладкая мускулатура, она не дает регуляцию, то есть невозможно почувствовать ее сознательно. Ну да, как, например, взял, вот в таком положении поднял гантелью, да, и почувствовал, что бицепс там напрягается и расслабляется, вот он, да, сокращается мышца, там нет, там трудно. Там сложно, да, но если в целом ребенок чувствует свои мышцы, а для этого они должны быть и не гипернапряжены, и не расслаблены, потому что вот нормотонус, о чем мы говорим, то есть после года нормотонус должен быть, как правило у детей, да, а не как исключение. И если мышцы в порядке, если вот эта киностатическая мышечная чувствительность, она у ребенка в норме, у него не будет трудностей с мышцеспусканием, лизнификацией после того возраста, когда кора дозрела. Вот кора дозревает, она уже может регулировать вопросы эти. А бывает, что и кора готова, и ребенок по возрасту может, но происходит шибко, происходит перевозбуждение, происходит гипертонус, происходит доминанта возбуждения, и все, и дальше на напряженную мышцу невозможно регуляцию включить. То есть мы сейчас как-то хитро связали еще и заикание сюда же, да? Да, да. Потому что в принципе схожие процессы просто, да, по ненахождению нужных мышц в том самом среднем тонусе, который является для нашего организма тело идеальным, да, для того, чтобы все процессы, которые мы можем контролировать, мы контролировали, да? Это и про мышцу в нужном положении, да, по поводу тонуса, и по поводу плавности, что касается заикания, по поводу плавности процессов. То есть если про испуг, это про доминанту возбуждения, да, когда не отреагировалось, когда не было, ну, возникает перетонус, гипертонус мышц, и тогда не чувствительность вот к тем процессам, к мышцам таза, да, то в заикании происходит еще, кроме этого всего, происходит еще снижение переключаемости. Заикания бывает, а не, сейчас как, когда у нас пауза, да, тонус, нужно как-то, а мы делаем паузы. Любая клоническая, то, что говорят логопеды специалисты, когда повторяют, ва-ва-ва-ва-ва-ва, то есть не переключается, он знает, что нужно сказать, вода там, или там водоворот, а у него ва-ва-ва, страдает уже другой процесс, плавность. Нарушается плавность психической деятельности. Опять же, если у него, у ребенка плавность речевая нарушена, если такого характера, допустим, заикания, мы понимаем, что, скорее всего, и плавность руки у него тоже будет нарушена. А давай с тобой прочертим, прорисуем красивую, волнестую линию, вот не отрывая руки, и очень плавно, очень ровно. Вот посмотрите, вот как это будет. Скорее всего, где-то и в мелких мышцах, а бывает, что и в крупных есть какая-то угловатость, резкость, неуклюжесть. Ну да, на почерке однозначно, да, это тоже отражается. То есть, и получается, вот сюда же, я так понимаю, относится то, когда вот ребенок приходит, например, и я вижу, что он держит ручку неправильно. Я пытаюсь ему дать, ну, поставить руку правильно, а у него пальцы такие, как ватные, и он ее может держать вот так вот, как палку. Но, либо вот так вот. Но середины у него нет. У него нет вот этого среднего отношения к хвату, когда у нас ручка держится за счет мелких мышц в пальцах, и мы, в принципе, не даже напрягаем кисти, не напрягаем предплечье, из-за чего я лично очень сильно страдал в институте, когда надо было много писать. Я там понял, что я неправильно ручку держу, потому что до этого я как-то филонил и все проходило. А тут вдруг, очень понятно на больших дистанциях при конспекте, что ты не можешь, у тебя напряжение вот такое вот. Да, возникает почти спазм мышц руки. Здесь вообще очень интересно, при письме здесь же не только нужно чувствовать, какими пальцами зажимать, здесь же нужно чувствовать, что только пальцами. А если нет дифференциальной дифференциации в... Смотрите, мы... То есть нужно мозгу сказать, используй мышцы только пальцев. Только пальцев, да. Не используй мышцы кистевые, не используй предплечье, потому что это страшная история, которая, кстати, что меня удивляет, мало кто из педагогов даже знает, что почему так важно это сделать. Потому что, когда ребенок не может опираться на пальцы, он подключает кисть, если при увеличении объема мышц кистей становится мало, подключаются мышцы предплечья, потом подключаются мышцы плеча, и... Та-дам! Подключаются мышцы спины, и у нас что? Искривление позвоночника. До свидания, осанка. Вот это же фишка интересна. Почему так важно эти пальцы научить? Отсекал, чтобы мозг работают только пальцы. Это несложный процесс. Я еще им привожу пример, беру пальцем по руке и говорю, смотри, и вот так вот, как перышко до руки пальцем дотрагиваюсь, говорю, вот так вот должен фломастер касаться. Мы сначала фломастерами, на фломастерах мы отрабатываем вот это вот, да, потом я уже ручку у них ввожу, чтобы они перенесли опыт вот этого вот фломастера, еле касаешься и цвет есть. Ну и, конечно, я слежу, чтобы фломастеры писали. Вот, переношу на шариковую ручку и, конечно, я покупаю дорогие ампулы для них, чтобы они не застревали. Да, да, чтобы они понимали, ну, это, это опять же, это моя педагогическая уловка. Это я действую не как нейропсихолог, это же естественно, да. А вот интересно, да, вот взгляд на эту ситуацию нейропсихолога, он как раз по поводу того, чтобы научить мышцы, да, быть в том самом, опять же, среднем состоянии, да. Тут, тут ведь вообще как получается, здесь и про какими пальцами ты, да, держишь, это же информация и от мышц, от кожи, от мышц, это и удержание позы, то есть это не только от кожи, от мышц, какими пальцами, какая должна быть фигура, да, из пальцев на карандаш или на ручке, это же еще и удержать мышцу эту, и удержать только эту мышцу, да, а для этого должна быть, опять же, та же самая дифференцированная чувствительность и дифференцированное управление собственно мышцами, если кисть не отсоединяется как свободное действующие элементы при письме, правильно вы сказали, что напрягается и предплечье, и плечо, потом включается плечо, напрягается спина. и я видел таких взрослых, которые разговаривают так с тобой, а ты говоришь, например, там, ну, запиши там номер телефона, человек нормальный, он берет ручку в руки и начинает записывать, и ты это видишь, он как будто сейчас кого-то бросок через бедро кому-то сейчас решил сделать, у него подскакивает плечо, у него искривляется спина при записи, причем держит он правильно, смотришь на руку, все правильно, а как он научил спину искривлять? Да, да, вот так вот. Взрослый человек, так нормальный, там вообще ничего нет, то есть там и не пахнет какими-то отклонениями вроде бы нейропсихологическими, что на какую-то коррекцию, вроде бы как, но вот приучил себя так, выучился мозг, вот так вот, давай так делать будем теперь. Очень часто, знаете, вот что получается, есть такое свойство, когда нам приходится что-то перенапрягнуть, это сильно, это свойство еще есть у самых-самых примитивных существ, биологические, напряжение в какой-то одном месте, если оно гипернапряжение, оно передается дальше по восходящей, то есть это процесс... Ну, кстати, здесь еще интересно, обратите внимание, здесь же чем дальше, тем мышцы больше по размеру, то есть большие мышцы, мышца спины, сравнить ее с мышцами на пальчиках, конечно, это же как бы передача более старшему брату заботу. А младших... Забыть оба. Получается. Какая интересная история получается, да. Ну да. Вот. И просто физиологически соседние мышцы включаются в напряжение. Для того, чтобы писать не напряженной рукой, да, нужно... Почему перенапрягается рука? Потому что мышцы плохо чувствуются. Если я хорошо чувствую мышцы, я могу руку не перенапрягать, у меня будет хороший нажим, не излишний и не слабый, для того, чтобы... Для этого нужно мышцы пальцев чувствовать хорошо. И тогда не будет пережимать... Когда пережимают, когда плохо, и тогда, чтобы усилить ощущение от пальцев, что правильнее я держу, да, и чтобы удержать, идет перегиб в напряжении. Конечно же, и это... Почему дети, которые... У которых недостаточно нагрузки на тело, почему они много двигаются? По тем же самым причинам, чтобы почувствовать свое тело. Да. Просто идя или просто, ну, вот, что-то делая обычно, они ноги свои не чувствуют. Вот, ну, как будто парят, да, они не заземленные. У них часто они вот и сшибают пороги. А когда они бегают, прыгают, батуты, возможные там, все возможные... Ну, лазалки в том же парке, да, там, где можно и где-то там подтянуться, где-то там пригнуться, где-то там спрыгнуть. Да, да. То есть, сердце, веревочные городки и места, где можно... Полоса препятствий. Да. Другими словами. Знаете, это отличный вот третий этап нейрокоррекции. Я прямо так и говорю, на первом этапе мы только лежим и возвращаемся в наше глубокое детство до сидячего положения. На втором этапе мы сидим и отрабатываем те же связи, те же процессы, которые у нас работают в нашей взрослой жизни. Мы только уже сидя, мы подросли до уровня там 6 месяцев и выше. А потом, когда вы уже стали, уже вы отрабатываете все остальные вещи в парках, на качелях, на роликах, на коньках, те же самые процессы. Равновесие, тонус, баланс, взаимодействие право-лево. Все. То есть, есть, конечно, и такие комнатные упражнения, да, третьего этапа нейрокоррекции. Но по сути, а вот эти вот, и через то, что мы какую-то мышцу даем дополнительную стимуляцию, она позволяет, это позволяет нам ей управлять. И поэтому, продавливая пальцы, мы тогда их лучше чувствуем. Как эта поза, да, как эту ручку нужно повернуть. Вот один из способов, как помочь ребенку, это массировать пальчики, протягивать, массировать, и тогда эта чувствительность будет лучше. Ну, собственно, как и со спиной, да? Как и со спиной. Когда мышцы спины не справляются, чтобы удерживать наш позвоночник, массажист нам дает нагрузку этим мышцам своими руками. Да. Потому что мы своими упражнениями, мы ноль этих упражнений делаем, поэтому мы не даем, а он руками дает. Да. То же самое здесь, да? Да. Вот есть такая связь, либо она вот такая двузначная, да, в двух направлениях. Теменная кора, вот, которая принимает ощущениями, которая принимает ощущения от кожи, от мышц, теменная кора, если она хорошо развита, то и мышцы мы чувствуем, да, и мы их хорошо воспринимаем. Но если мы извне, нагружая мышцы, то же самое массаж, те же самые, то же самое плавание, вот все, что касается тела, мы тем самим формируем, доформировываем, восстанавливаем дефицит в теменной коре. И совершенно потрясающий способ плавания, совершенно потрясающий. то есть это для всех. Он реально для всех. Универсальный такой, да? Абсолютно универсальный. Это интересно, кстати, рекомендация от нейропсихолога. Я из всего, что, все бывает по-разному, кто-то лучше, кто-то меньше. У меня велосипед, как-то вот. Хорошо, велосипед ноги, равновесие. Но плавание, это вообще действие на все. То есть ребенок в воде, это же просто тело сразу. То есть это универсальный такой, да? Это универсальный. И массаж универсальный. Я бы, будь моя воля, я бы прописывала бы всем родителям, независимо от возраста детей, от трудностей, если что-то, они видят в какой-то момент. И если нет противопоказаний для массажа, такового, как медицинская процедура, массаж. Когда все тело задействуется, когда есть нагрузка руки, ноги, спина. И ты как в скафандре. То есть ребенок, получающий нагрузку на все тело, это вообще, это конфетка. Это как один скафандр, где ты внутри себя, где ты чувствуешь свои границы, где у тебя появляется возможность сфокусировать внимание. То есть, вот, хорошая метафора, хорошее сравнение. Ребенок, там, улетел в космос. Он приходит в помещение, и он, он вроде бы, и он нигде. Он в этом, и при этом, я уверена, что он не видит точно, что вокруг. Он просто, вот, как-то в прострации. Вот ощущение, что, а когда происходит, условно говоря, одевание вот этого скафандра, чувство рук, ног, спины, это все через, выражение на ковре происходит, через работу с телом. Потом ты смотришь, его взгляд фокусируется. Он из-за состояния, вот, такой рассеянного, совершенно, вот, летания в облаках, витает, витает в облаках, да, приходит в состояние фокуса. Фокус на одном, фокус на другом, сознательного, смены фокуса, да, это совершенно другой ребенок. Поэтому вот тело, да, тело как скафандр, как граница, поэтому плавание, поэтому массаж, поэтому, если нет противопоказаний дыхательной практики, это из того, что можно делать даже без нейропсихолога. То есть, и будет происходить такая своего рода, ну, я так понял, плавание будет оказывать некую такую общую нейрокоррекцию, ну, так сказать, глобальную, да, не точечную. Да, в случаях, если процесс не сильно запущен. Не сильно запущен, конечно, да. Если мы говорим, к примеру, про общую задержку психического развития, конечно, плавание. Вот, кстати, у нас следующий вопрос, это задержка психического развития, то, что, кстати, тоже встречается достаточно часто. Я думаю, что это, возможно, входит в ваш топ обращений, задержка психического развития. Да, вот последний. Это я вот просто угадал, я признаю, мы не договаривались об этом, это правда. Я угадал, потому что я, у нас мини-детский сад, и я вижу эти истории и понимаю, что 14 лет назад это было редкостью, когда я начинал педпрактику только, и я не часто это видел. Да, к сожалению, сейчас эти врачения очень участились, и приходится констатировать, что и общего развития задержка, когда и крупная моторика, управление телом, и мелкая, и внимание, и память, и мышление, то есть в целом, да, ребёнок ему 6, но он на 4 года развит. У меня была такая история, что я девочку увидел из нашего мини-детского сада, говорю, ой, говорю, ну, прям, кризис трёх лет, по описанию. А мне мои воспитательницы, девочки, говорят, Денис Валерьевич, ей уже 6, по-моему, или что-то, она в школу собирается. Да, да. Какой кризис трёх лет? Я говорю, ну, вы знаете, говорю, по описанию, прямо оно. Да, и тут самое показательное, вот в задержке психического развития. так сожалению. Это правда. И рука в руку с психическим и речевого. Бывает, что психическая, ну, речь, ну, более-менее, да, бывает, что психическая хорошо, ну, на возраст, а эмоциональная сфера, волевая сфера, а речь, ну, вот, три года, а её нет, или она на уровне лепета, да, 4 года нет, а её нет, 5 лет, отдельные слова появились. В 5 лет. И вы понимаете, и это сейчас становится так часто, что это пугает. Пугает. Ну, вот, нейропсихологи работают с этим, да? То есть, это прям ваша зона. Зона, зона, и зона очень плодотворная, благодатная, и очень продуктивная. То есть, если мы понимаем, причины же разные бывают, Конечно. Если это вопрос неврологический, это одна история. Да, а если генетически, другая. Если генетическая, другая, да. Есть вопросы обменных процессов, да, это генетики, безусловно, без них никак, но что... Ну, и, наверное, самая редкая, это поведенческая, да? Сейчас? Да, наверное, вообще её нет практически. Сейчас меньше. Даже гиперактивность, если она была лет... То есть, я имею в виду, ребёнок, как Маугли, жил в лесу, некому было подать пример речи, потом привели к вам, Юля, помогите. В этом смысле, ну да, конечно. такого, наверное, вообще практически нет, да? Не видела ни разу. Да, То есть, такое только теоретически может быть, наверное, да. Или вот в том описанном случае в телевизионном, да, в котором мы знаем, девочка, воспитанная собаками, да, во дворе, которая так и не пришла к нормальной речи. Да, и что самое печальное, что за последние, наверное, лет семь проблема речи, она вышла на туповое место. Причём это не по только моим наблюдениям, это по данным организаций, которые занимаются этими детками, да, с особыми потребностями, которые отслеживают статистику по тому, как к ним приходят, да, они их исследуют, диагностируют, смотрят, как им можно помочь, какими учебными заведениями. И ещё лет, сейчас вам скажу, лет шесть назад проблемы речи стали находиться на первом месте. Они были до этого пятое, четвёртое, на первом месте были двигательные нарушения, вот из обращений, да, а сейчас проблемы речи, они доминируют. С чем это связано? Ну, сложно сказать. То ли это роды участились, которые неестественно проходят, со стимуляциями, да, с неоправданным родовспоможением, то ли это интоксикации, которые, антибиотики, и всё остальное. Причин масса, мы видим просто то, что происходит. Либо это низкий уровень родителей, которые видят, что что-то не так, но не спешат обращаться. Ну, как-то так уже, может быть, так происходит. Перерастёт. Перерастёт. что они сильно далеко одногодки. Они сильно далеко. Одногодки учат длинные стихии уже свободно. Ну, и да, и что интересно, что эта зона получается работы нейропсихолога, и вот я рад, Юля, что мы сегодня встретились, ещё и потому, что это наше, наше вот это вот видео, которое мы сейчас записываем, да, причиной обратиться к нейропсихологу, и где мы раскрываем, да, что, с какими же проблемами там можно идти, что это всё может быть для наших харьковчан, которые живут в Харькове, потому что центр, обязательно будет под видео ссылка на Юлин центр и на Юлин аккаунт, вы можете задавать вопросы, обязательно, что мы, я уверен, сегодня, может быть, не всё осветили, но мы так готовились, собирали такую пачку такого топ, то, что есть, да, и то, с чем я сталкивался, и то, с чем вот вы сталкивались, вот, но, тем не менее, можно будет и напрямую, и это в Харькове, вот, потому что у меня спрашивают часто родители, хотят именно вот в живую поработать, вот, а в живую… Приезжают из приема, приезжают из других областей, я удивлена, но… сейчас нейропсихолог, это ещё не стало таким вот популярным, всё-таки специалист, это не популярный нейропсихолог сейчас, не все педагоги, собственно, с чего я начал, почему я интересуюсь нейропсихологией, потому что очень важно для меня, как для педагога, и как для психолога, потому что бывает, я же со взрослыми работаю, но они говорят, ну, как-то родители связывают, ну, как это, вы же с детьми, как педагог работаете, а чего вы не можете как психолог с детьми поработать, ну, потому что это разные вещи абсолютно. Конечно. И получается, иногда всё-таки они приходят по поводу ребёнка, ну, вот, и иногда то, что они говорят, совершенно понятно, что нужно дать ваш телефон, потому что это, ну, это не моя точная история, и тут нужна помощь конкретного совершенно специалистичного, специалиста. Знаете, к счастью, сейчас, это прям вот большой радостью к моей, во-первых, сейчас больше специалистов, нейропсихологов стало в Харькове, есть центры, которые обучают, которые делают специализацию психологам по поводу нейропсихологии, это за последние, вот, года три, наверное, причём даже сейчас неврологи, не сговариваясь со мной, да, они, у них это уже на слуху, кто, это неврологи часто, очень часто стали направлять, это ещё эти нейропсихологи, к счастью, сейчас этот вопрос, или потому, что больше стало, может быть, эфиров на телевидении, может быть, это как-то стало освещаться в интернете, то есть, что-то, мы добавляем туда, в копилочку, да, сейчас врачи, смежные, специалисты смежных специальностей, они стали немножко про это знать и доверять, не как что-то там, вот что-то там, непонятное что-то, да, вот, понимают, про что это, как это, и направляют, поэтому я очень рада, что и специалистов больше, и специалисты смежных специальностей, тоже понимают, о чём это, и направляют конкретно, допустим, когда у вас там что-то болит, вы знаете, вам нужно идти к такому специалисту, да, если там болит нога к такому, если болит живот к такому, то есть, никто не лечит одним специалистом, правда, вот так вот и здесь, и, к счастью, сейчас это гораздо больше информации, и специалисты, те же самые неврологи, об этом уже больше знают, уже не первый раз, когда не по личной рекомендации, конкретно меня, да, Юлию Анатольевну Михайлову, а просто, вот, ищите нейропсихолога, и люди ищут в интернете по сайтам, там через знакомых ищут, к кому обратиться, это прям вот радует, то есть. Юля, а как вот я, у меня хочется на закуску немножко осветить, такой, ну, назвать, может быть, да, такой всё-таки вот топ обращений сегодня к нейропсихологу, и если получится, какие-то моменты, которые, то есть, пока ещё с этим не идут, но в принципе это решается, есть такой вот, ну, наверное, с первого начнём всё-таки, что сегодня топ, но мы уже сказали, это речь, да, то есть речь у детей, это приходит, этого много, задержка развития, это, наверное, два, да, потом, что ещё из такого вот, что? Из такого прям вот массового, массового, это сейчас поведенческие трудности, поведенческие трудности в плане, в плане расторможенности, в плане невозможности саморегуляции эмоционально, да, когда ребёнок слишком, разбутан эмоционально, поведенческий, и ему трудности саморегуляции, так сказать, то есть это та самая галёрка в школе, часто? да, школьная галёрка, школьная галёрка, да, те вот, Патрик Пьяточкин, который, что с ним делать, непонятно, потом, из таких вот топовых моментов, что ещё, стали обращаться с заиканием, с энерезом пока немного, но заикание тоже, но не знают, Юля, ещё же они не знают, что с энерезом, я на самом деле, нёс этот вопрос, очень важно мне было, тоже, я хотел просто прояснить, потому что, проблема же ещё, вот кому направить, как помочь, спрашивают, там, кто этим занимается, ну, кто-то занимается, ну, неврологи, интересный вопрос, когда занимаются неврологи, чем это ни было, они, конечно, по-своему нужны, да, и есть ситуация, когда рука об руку с неврологом, с хорошим, это вот прям золотая, золотая середина, в чём плюс, можно простимулировать, те же самые ноотропы, и накопительный эффект, но отменяем некоментозную поддержку, и можем получить откат в результате, если нет ничего, кроме неврологического лечения, то же самое с заиканием, сколько у меня знакомых, которые знают, что я специалист, я говорю, ребята, хотите, можем посмотреть, но, конечно, нет в своём отечественной пророка, да, и поэтому невролог, 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 ну, как, ну, что-то у нас опять, через два года, то есть нагрузка школьная, немножко больше стресса, и снова опять, таблетки же не учат перестраивать мозг, они же не формируют новые функциональные связи, они же не формируют новые, они как скорая помощь, приехали, укололи аналгин, стало легче, а теперь поехали, собственно говоря, в ту самую больницу, в которую вам надо, да, теперь ищем, а в чём, собственно, причина, главная боль, да, можно анестетик, аналгин, аспирин, да, всё, и ничего не болит, спазмогон, какой-то спазмогонитик, а причина в чём, ну, образно говоря, остеохондроз, собственно, артерии, да, может быть, это психосоматическая проблема, и вы на кого-то очень сильно обижены, и так далее, да, а возможно, это спазмы сосудов на уровне мозга внутри, то есть, причин масса, симптом один, а причин масса, и поэтому, конечно же, сотрудничество с неврологом, это очень классно, то есть, есть, когда он нужен, есть, когда он нужен на старте, есть, когда он нужен в сопровождении, если там сложные ситуации, поэтому, да, да. И что вот, Юля, ещё такого могло бы быть, как вы считаете, вот из практики, да, что могли бы с этим приходить, могли бы вы успешно это решать, но как-то чего-то, то ли не знают, что с этим можно к вам идти, есть что-то такое у вас? Да, смотрите, это, я бы сказала, тема, тема боли, кандидат в топы, да, кандидат, трудности обучения, трудности обучения, дизлексия, дисграфия, дискаклия, это последние конференции, которые как раз, дислексия, дисграфия, это то, что я, да, как раз, да, где я участвовал, смотрел это всё, как зритель, конечно, не как докладчик, вот, это, это да, дискаклик, дисграфия, да, то есть получается, что успехи в учёбе могли бы быть выше, возможности у ребёнка потенциально есть, для того, чтобы получать отметки, ну, это если совсем, наверное, по-простому, вот я упрощаю, чтобы понятно было родителями, потенциал для отметок выше есть, вот, и при касании с нейропсихологом этот потенциал может раскрыться, но не будет касания, он не раскроется, а то, что с годами перерастёт, прекрасно, только это уже случится, когда школа закончится, да, будет ощущение неуспешности, и так далее, да, которая, кстати, годами закрепляется, это же тоже тренинг длиной в годы, да, да, годами тебе говорят, что ты как-то не очень, и ты такой парень с галёрки, да, парень с галёрки, а здесь на самом деле бывает всё очень просто, да, что такое чтение, это образ, буква, с одной стороны, это умение переключаться со слога на слог, да, это образ слова, если мы говорим о беглом чтении, это умение выделять слово или букву, слово из фона, и тогда у нас, что касается зрительной, обработки зрительной информации, да, вот про слуховой мы говорили, про речевую, а здесь обработка слуховой, зрительной информации, когда я вижу картинку или, ну, вижу текст, и у меня просто рябит в глазах, всё расплывается, какая-то зернистость, и вот, вот, и вот это же дизлексия, когда я могу оттормозить, вот слово «мама», да, всё остальное, предыдущие строчки выше, ниже строчки, там, по бокам что-то, я читаю слово «мама», и мне комфортно читать, я знаю буквы, я могу сделать слог один, слог другой, переключиться, мама моет раму «мама», переключились, следующее слово «моет», и всё остальное фоном оттормозили, и это вопросы, опять же, которые решаются через тренинг восприятия зрительного, вот, по тем же принципам, понимая, как работает зрительное восприятие, потому что сначала это просто объекты, потом это объекты более сложные, зашумленные, да, это процелостное восприятие, оно тоже тренируется, про, если мы говорим про дискалькулию, про трудности обучения счёту, есть дети, которые 8 лет приходят и говорят, бьёмся, бьёмся, 2 плюс 3, конец второго класса, не может сложить, ну, как так, хорошо, давайте смотреть, что у вас с пространством, то есть, 2 плюс 3, это счёт в правую сторону, это вот, вот, как-то так, раз, минус, это, соответственно, обратное, хорошо, а если у вас право-лево отсутствует, если у вас за, перед, вот это пространственное представление, они перепутаны, да, если понятия над, под, ну, вообще нету этого, как тогда строить математику, то есть, вся математика, все процессы, связанные с математическими навыками, это про пространство, потом уже это абстракции, да, но сначала, когда у нас уровень первого класса, второго, это конкретные, то, что можно на линеечке вот так поскакать, посчитать, и это всё шажки вправо, и мы считаем сколько, пять шажков считаем, раз, два, три, опять же, это планирование, да, потом, ну, это всё завязано на вот этих процессах, что касается письма, тоже, мне нужно спланировать, мама моет раму, буковка М, рука должна помнить, как она эту буковку пишет, да, в какую сторону, куда ведёт, это мышечная память, да, это мышечная чувствительность, это опять же, переработка киноэстетической информации, да, про почерк, опустим, это отдельная тема, переключение с буквы на букву, чтобы не ма-ма-ма-ма, а забыли про раму, про всё остальное забыли, переключили с одной буквы на другую, со слова на слово, и тогда у нас получается хороший текст, хорошее предложение, что здесь ещё, планирование, про дислексию мы ещё забыли, про дислексию, как читать, если, скажем, у тебя буква, ну, допустим, какая у нас там похожа, з, да, и е, вот если на письме, да, если мы пишем, если мы пишем их похожим образом, одинаково, если мягкий знак и буква р, они очень похожи, они только пространственно отличаются, и дети очень часто, когда мы понимаем, что вот беда, а он же путает, и когда он читает, он читает не то, он не понимает, что у него получилось, а если у него ещё нет хорошего такого целостного восприятия слова, ну, сделал ошибку, ну, да, понял, что это вот такое правильное слово, как оно должно быть, неправильно, ну, он допонял, 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 и даже если что-то отдельно, где-то там не дочиталось правильно, перевернулось, но в целом он ухватил смысл, он может догадаться, что там он ошибся, но смысл понял, он додумал, а если у него ещё целостное восприятие страдает, да, вот вместо, там, школа, допустим, он читает, там, шуба, или шола, или шол, да, и вот, и пойди потом, собери это предложение, о чём он читал, непонятно, это сложно, это сложно, кроме того, удержание строки, это очень сложный процесс, вот речь, чтение, письмо, это очень сложно, если база есть, вся вот эта, телесная, пространственная, да, пропланирование, вот эти, как кирпичики, знаете, в фундаменте, то этот айсберг, вот эта верхушка этого айсберга, она сформируется сама собой, не нужно будет сильно над этим кроптить, пыхтить, да, особенно тренироваться, учиться, ребёнок, у которого, что такое готовность, это вообще отдельная тема, наверное, готовность к школе, с точки зрения нейропсихолога, конечно же, это тем более не учить читать, писать, это про пространство, это про память, это про... Высшие пять, высшие психические функции, по Выгодскому, да, да, ну, я вот так, собственно, и презентую свою подготовку в школе, это наше главное, это наше всё, другой вопрос, что поскольку игровой подход, по тому же Леву Семёновичу Выгодскому, ведущему дошкольников, то получается решить многие интересные вопросы, касательно чтения письма и счёт, через игру, через игру, да, но главное, пять вот этих вот высших психических функций. А если добавим ещё, с точки зрения нейропсихолога, пространство и тело, то цены ребёнку такому не будет, да, потому что он, даже в своём, в своей памяти, когда мы память на образ, допустим, зрительно формируем, да, хорошо, а если начать эти же образы, только тактильно, допустим, у нас там груша, там, какой-то там, не знаю, там, вилка, скрепка, там, что там ещё, вот, ну, натуральные предметы, не картинки, посмотри, запомни, вот, ну, бьёмся, бьёмся, а давай мы спускаемся на этаж ниже, да, вот опять же туда, глубоко в развитии, и у меня есть такой специальный коробок, где не видно, в руки с двух сторон мы её бросаем, ищу, что там, во-первых, образ предмета, а есть ли он, может быть, у него этого образа недостаточно в голове, да, этого предмета, и поэтому, что-то было, а вот яблоко это или помидор, помните, или это мяч, а вот это про образ, и как я могу точно вспомнить, если я точно не понял, что это, да, да, вот, поэтому тут, в этом плане, это очень интересный момент, потому что даже память, если мы формируем через тело, опять же, видите, ну, никуда не деться, да, да, вот, если этот образ есть тактильный, зрительный, слуховой этого предмета, конечно, он будет запомниться, он через все каналы восприятия пройдет, он, конечно, запомнится, и когда ты берешь яблоко, и представил, какой он на вкус, какой он по ощущению, а потом, следующий предмет, ту же самую скрепку, ту же самую, и мы все это представили, конечно, он 25 запомнит, при средней памяти, кстати, этот момент очень интересно реализован в системе Монте-Сори, да, вот там, кстати, да, есть эта вот добавочка, которую вы сейчас сказали, добавка от нейропсихолога, вот там уже как-то есть, но это и неудивительно, потому что система-то интересная, и, собственно, прошедшая, не знаю, может быть уже, если вы будете смотреть это видео после осенью, то тут где-то, да, я добавлю ссылку, будет материал по поводу опыт реализации системы Монте-Сори в Харьковском детском саду, который эту систему Монте-Сори еще и в своей школе внедрил, то есть и в саду, и в школе продолжение, потому что это очень важный момент, чтобы в системе Монте-Сори после детского сада было продолжение в школе, и вот есть у нас в Харькове одна такая школа, где это есть продолжение, и есть опыт, как это сделано, и вот если там... Вот это чудесно. Да, и эти наблюдения, я когда о них услышал, я сразу понял, что надо делать, потому что, ну, это не часто встретишь, что прямо растянули, и получили очень классные результаты, и есть какая-то уже, есть чем поделиться. Передача такая. Да, что не просто там, да, мы поводим в садик Монте-Сори, а в школу пойдем мы в государственную, да, или в обычную. Нет, мы и в садике Монте-Сори, и в школе Монте-Сори, вот это уже интересный момент. Поэтому, Юля, я вам благодарен за ответ, очень было интересно, у нас сегодня беседа получилась, очень вы много сказали, и я уверен, что после этого материала, видео, который мы сделали, станет больше понятно родителям, где есть вот эта вот зона работы нейропсихолога, где можно, что многие вопросы, мне однажды одна мама сказала интересное слово, я не знала, что это можно пофиксить. И ребенок будет жить дальше, и функционировать нормально. Потому что в детстве, в моем, это называлось, ну, такая особенность. Ну, да. Ну, вот он у нас плохо пишет, вот он у нас заикается, ну, зато, когда поет, не заикается. Вот, на выдохе поет. Да. То есть не все так плохо. Ну, бывает же, правильно? Ну, как-то мирились. Как-то мирились, как-то, ну, вообще со многим мирились стать, очень. Мирились и мирились, ну, такой ребенок, они же все разные. Ну, вот они потому и разные. Один заикается, второй не пишет, третий мяч не умеет бросать, четвертый, ну, разные же детки. Ну, он такой, да, вот это вот прям с такой интонацией я слышал это с детства. Он такой. Так это еще мудрый родитель говорил, он такой. Потому что не мудрый родитель, жил в долгой войне с ребенком, у которого что-то бесило, и это была не та особенность, про которую он готов был сказать, он такой, а та особенность, про которую он говорил, начиная фразу, ну, примерно следующим образом. Опять. Ну, это ж, ну, вы же понимаете. Ну, вот как-то так. И ребенок, опять же, жил с таким опытом, что у него есть некий изъян, который всех раздражает, бесит. С этим изъяном ничего поделать нельзя. Жаль. Ну, такой я дефективный расту. Сейчас мы живем в то время, когда можно это, как одна мама сказала, еще раз повторюсь, пофиксить. Очень интересная фраза. Да. И пофиксить может как раз вот Юля. Специалист-нейропсихолог. Да, специалист-нейропсихолог, да. Поэтому в Харькове, если кому-то нужна помощь такого специалиста, контакты, все будут под этим видео. Юля, спасибо большое. Пожалуйста. Пожалуйста. Я очень рада, что это встреча состоялось, потому что, честно говоря, сама давно думала о том, как донести информацию в родителей, как обратить внимание на то, на что обращать внимание и что можно менять и что можно с этим что-то сделать. Потому что, очень часто приходит, когда уже, ну, немножко поздно. Да, это все меняется, это все, как-то с этим можно работать, но это чуть сложнее, чем если бы вовремя, чем если бы в свое время, когда поняли, что что-то не так и что это можно менять. Я рада, что многие родители это посмотрят и, может, они будут знать, что с этим можно что-то делать. Да. Детям будет легче. Детям будет легче жить. Детям тоже, да. Это очень важно. Спасибо, Юля. Спасибо.